Покажите мне свои телефоны, извлеченную нашу историю, потому что дискотека все равно встречные события начнется, она всегда начинает играть музыка. Давайте выключим свои телефоны. И еще, знаете, у меня такая к вам просьба. Мы не можем там пройти по рядам, смотреть, кто пишет, кто не пишет, это незапрещенная история. Но видео мы хотим, чтобы снимала только Татьяна Юнакова, потому что у нее такой опыт хороший в этом вопросе. И потом, в общем-то, это будет доступно почти для всех. Но, наверное, чуть позже по одной простой причине. Мы хотели собрать людей, которые работают в одной команде. Мы хотели сами, Борис Михайлович, Александр Иванович, Кира, Гейр, ну, лидеры, в общем, региона. Мы хотели увидеть людей, которые поняли, что такое момент с обязательствами, потому что и те изменения в компании, которые на сегодняшний день произошли, те новшества, которые дали нам как инструмент компании, они все равно будут диктовать определенные условия взаимообязательств. Вот то, чего мы не делали с нашими потребителями, потому что, ну, это просто люди, потребители, да. А все, что касается бизнеса, все, что касается нашего развития, все, что касается сейчас наших перспектив, которые грядут, я могу сказать, что после Московского форума рабочий день стал начинаться в 9 утра, закончился в 10 вечера. Такого уже не было, ну, наверное, 10 лет, скажем так. Поэтому общий интерес, конечно, очевиден. Те возможности, которые компания сейчас предоставляет нам, они аппетитные, эти возможности, они для всех очень, ну, понятные и приятные. Вот для того, чтобы мы максимально быстро смогли этим пользоваться, чтобы мы не со стороны наблюдали за тем, кто достигает этих процессов, а чтобы мы увеличили скорость и возможность сократить срок достижения вот всех этих благ, которые сейчас есть в компании. Именно поэтому и условия попадания на бизнес-мероприятия, на разговоры о бизнесе, они меняются. И, в общем-то, слабеть эта часть не будет, будут гаечки в этом отношении только закручиваться по одной простой причине. Нам очень важен сейчас результат и нам очень важно знать, с кем мы это делаем, с кем вместе мы превратим компанию и ее имидж в совершенно другой образ, тот образ, который будет вызывать уважение к самой профессии сетевого специалиста, профессионала сетевого маркетинга и будет давать возможность вот эту имиджевую часть коралловцев в каждом городе, в каждом регионе представлять очень достойно, красиво, кортежем из Мерседеса и всего остального, что есть в компании. И у нас сегодня с вами трогательная для меня ситуация, волнительная, потому что не так часто я могу видеть здесь своего наставника, человека, который совершенно по-другому показал мне этот бизнес и всегда придавал ему стиль, всегда придавал моей деятельности в компании особый смысл, потому что быть рядом с ним для меня всегда было приятно, почетно, я очень много делала, чтобы оказаться в окружении. Я выполняла какие-то промоушены, какие-то невозможные когда-то для себя вещи, они становились возможными, поэтому я хочу, чтобы вы сейчас встретили одного из топ-лидеров компании, коралловый клуб, человека, который входит в совет президента, Алексея Луконина. Встречайте. Молодцы. В принципе, я и стал, чтобы настроение не было хорошо, или, Саша, там я оставил, что он кошелек, типа, и там, чтобы с ним не заходил, никого не пугать. Вот. Значит, я... И вот, я, собственно говоря, ехал к Ирии, собирался по дороге, по нату, на самом деле, я приезжаю мимо Воронежа, каждый раз, не останавливаюсь, я возьму. Вот. И тут мы договорились с Ириной, как это сказать, обсудить некоторые стратегические, прикольные вещи. Вот. Зайду к тебе. Наташа узнала, она говорит, а не могли бы мы там организовать с лидерами некоторую встречу. Вот. Я говорю, ну, в принципе, я думаю, что останется время, мы прям все время говорим. И делаем теорию. Потом эта встреча с лидерами увеличилась до большего количества лидеров. Вот. Короче, говорят, для меня это даже неожиданный момент, по большому счету. Мы постараемся усправиться. А, кстати, по этой причине я без страха, я знаю, что у вас очень строго с этим делом. Все обычно ходят в смокинг-опил. Мне рассказывали, что здесь жесткую дисциплину вывели. Вот. Чтобы я, собственно говоря, тоже сторонник. Если бы я знал, я бы взял с собой. Как минимум, и фрак как фарс. В этом я тут даже волнуюсь. Поэтому мы уже не разговариваем с нормальными. Это больше с лидерами, с лидерами, с руководством. Вот. Чего, собственно говоря, меня ждет, пожалуйста. Ты на село, да? Скажите мне, пожалуйста, что ждем из меня? Что-то вам такого? Видение стратегическое. Это люлей, что ли? Люлей. Вот. Как мы вот тут тоже в компании делали всякие замечания. Потому что, как я говорю слово, вместо своего обычного снега, я говорю слово «какашка». Вот. Занимаемся у нас воспитанием. Будящий состав. У нас тоже. Хотя, все-таки, некоторые ситуации бывают гораздо хуже, чем просто какашечная. Так. Давайте так. Я не буду этих люлей не раздавать. Во-первых, потому что я знаю, что у вас здесь... Ну, то есть я всегда заворонив был спокойный. Я видел воронежов, они всегда были энергичные, веселые. Не помню, что кто-то из вас жаловался на что-то. Так что это очень хорошо показать. Те, к кому я видел, как я представитель из воронежа. Тем более, знал, что здесь рядом Сережа. Наташа здесь, собственно говоря, за их приедет я не переживал. Вот. Глава Далира приехал, так и сказал, что вообще теперь надо отъезжать седьмой дорогой, делать нечего. Нет. Я так по кольцевой, собственно говоря, отъезжал. Ну, вот, не заезжай к вам. Потому что я думаю, ну, все уже, ребята, все уже знают. А все остальное, это по большому счету время, которое вам покажут, расставится на своих местах. То есть, на мой взгляд, так все это будет происходить от них. Большинство людей совершенно нормальных. Им надо увидеть, прежде чем поверить. Особенно тем, кто уже в Корале находится. Им точно надо сначала увидеть какие-то деньги, какие-то премии, какие-то машины. Только после этого они, скажу так, будут тениться. Вот. Поэтому, на мой взгляд, как в расчет, только на новых людей, которые придут. Вот. И покажут тем, кто уже в Корале, собственно говоря, что это возможно. Их будет немного. Но они уже будут. Будут уже в этом месяце люди, которые получат премию. Будут люди, которые два месяца, три месяца будут премии, которые будут двигаться. Для многих это будет шоковая ситуация. Потому что я думаю, что уже в следующем форуме у нас будут мастера, которые еще не подписаны, грубо говоря. И они будут уже мастерами получать машины. Почему это мой опыт, собственно говоря, сетевой. Когда есть в компании все необходимые инструменты, компоненты, то нет компании, где бы все зарабатывали. Но если там есть компании, которые быстро разваливаются, и есть компании, которых каких-то инструментов нет. Когда там есть все инструменты, там всегда есть сетевая людей, которая зарабатывает, причем это делает достаточно быстро. Средний показатель по сетевой маркетингу, эта группа, говоря, через два года выкопить на 10 тысяч долларов, если вам интересно. Вот. Это имеется в виду для лидерского состава. Это доход в месяц, я сейчас говорю. Разумеется, для того, чтобы этот бизнес существовал, надо, чтобы 90% людей вообще денег не хотели. Понятно? Закон бизнеса гласит, что чтобы 10% зарабатывал, но денег не надо, чтобы 90% эти деньги отдавал. Это понятная вещь? Вот. То есть 90% моего человека формируют люди, которые не хотят знать ничего с этим. с этого маркетинга. Слава Богу. Понятная миссия? Да. Они здесь, соответственно, зачем? Большинство из них за продуктом. Большинство из них, к сожалению, лечится. Меньшинство просто потусоваться. Им нравится коллектив. Общение. Вот. Так, там шутка была, да, по этому поводу? Что значит чувство одиночества? Выкидите, найдите человека, значит, что он хочет подвести после меня. И одиночество у вас закончится, да? Из десяти процентов, соответственно, будет где-то примерно по моим выкидкам больше половины, точно, наверное, две трети, которые будут зарабатывать что-то там в половине степени. И, наверное, пару процентов людей, один может быть процентом, которые будут зарабатывать деньги, которые, в принципе, будут качественнее менять их жизнь, скажем так. То есть они просто заработают в несколько тысяч долларов в месяц. Это заработок, я говорю, в долларах, не в рублях, потому что у меня организация, разбросанная по разным странам, и мне неудобно в рублях держать в голове вообще. Просто я, ну, привыкаю к этим подсветкам, разговариваю над ним, переходить с курса на курс, знать, там, сколько у них это стоит, и все остальное прочее, мне неудобно. Поэтому я приду, хоть мне и не нравится, я деду в доллары. И, соответственно, это люди, которые зарабатывают десятки и сотни тысяч долларов в месяц. Понятно, что это суммы, которые качественно меняют жизнь человека. Я не очень рассчитываю на старую, даже не очень старую, то есть на людей, которые уже в каналовом клубе. По моему опыту всегда, когда в компаниях появлялись инструменты, показывали, как этим можно воспользоваться, но вновь приходящую. Как там не прыгали, не бляши, не рассказывали, что, ребята, там все сложилось, можно зарабатывать деньги. Я просто сам, у меня коралловая, какая компания. Я тогда, да? Я тогда сам проходил этот момент и видел это на своей, на примере своей структуры, что, что не говори, что не объясняй, все равно народ ждет. Когда их кто-то не видит. И всегда находятся именно эти люди, раскладываются инструменты, которые подругляют. Чего у нас не было, собственно говоря. У нас не было инструментов для формирования лидерского состава. У нас было все. У нас был замечательный продукт, у нас были замечательные взаимоотношения. У нас не было ничего, чтобы стимулировало и развивало лидерский состав. То есть тех людей, которые занимаются развиванием. Когда компания, лидеры были, но это люди, которые, как я говорю, 1% людей, у которых есть самомотивация. Их не надо мотивировать. Они при любом маркетинге, при любой ситуации, экономической, какой хотите, они всегда будут зарабатывать деньги. У них другая реальность. Другой категории людей нужно в них вливать энергию. Рассуждали, мотивировали. Они даже согласны на манипуляцию, но об этом мы не говорим. Я не знаю почему, потому что это вещь. Много ее умеет, да, и этим можно заниматься, но это не вносит стабильного результата. А мы, в данном случае, по крайней мере, я, меня интересуют не просто деньги, а финансовая независимость. Соответственно, мне интересуют вещи, которые стабили. Вот. Большинству людей нужна мотивация. То есть я обычно делю людей немножко по другой пропорции. Я говорю, 95-процентник и 5-процентник. Потому что это люди с разной системой ценностей. По жизни, вообще. Из 5-процентов это предприниматели. Это официальные цифры. Причем эти цифры не меняются с общественно-экономическими информацией. И при социализме, и все это вырубка называлось по-другому. Ну вот, и при детализме. И в правовладельческом строю 5-процентных людей, которые руководствуются по жизни целью. 90-процентных людей, которые по жизни руководствуются дравым смыслом, логикой, знаниями, образованием и все остальные вещания. Это дравом смысл. А это не дравом смысл. А они что-то в голову втебяшиваются. Хорошие, плохое, неважное. И они это так. У каждого из этой группы людей есть свои плюсы, есть свои минусы. Чтобы там не успеть, соответственно, надо учитывать плюсы обеих категорий. Вот. Поэтому новые люди будут появляться, вас удивлять. Потом вы, соответственно, подниметесь. Я говорю, сначала вы будете заниматься ненужными вещами образования. Обучением. Будете мешать им развиваться. Начнете их учить. Но вы их все равно не остановитесь. Вот. Когда люди видят, собственно говоря, а, деньги и б, с помощью чего вы можете создать номер оборот, они будут его создавать. Вы будете пытаться организовываться, выйти, мероприятия, мешать им опять же всячески. Вот. Но их это не остановит. То есть, чем сильнее вы будете их учить и создавать это мероприятие, обучающие школы и так далее, там, неважно, системные или вы их называете, или там, безсистемные или принципиальные вещи. Вот. Тем, соответственно, сложнее будет, но все равно они дорогу украдут. Вот. И когда здесь будут есть люди на Мерседесе, вот, тех, которых еще сейчас нету, вот, вы наконец решите, плюмы иногда хватит учить, но пора уже мне денег зарабатывать, да? И начнете тоже денег зарабатывать. Есть такое подозрение, что вам уже будет бесполезно зарабатывать город или Воронеж, в принципе, и сейчас уже бесполезно здесь зарабатывать, если вы лидер. Потому что здесь лидеров достаточно. А принцип очень простой. Если вы хотите быть лидером, надо ехать туда, где лидер идет. То, соответственно, вам, скорее всего, то есть, каждый новый Мерседес был сделан на каком-то рынке. И количество Мерседесов – это уменьшение поля деятельности вашего рынка. Вам ездит туда, где еще не было Мерседесов. Мерседесов. Ну, кораллы. С сегодняшней компанией. Понятно, что с вами? Это, если к согласности, рисует зарабатывать тысячи долларов, ну, больше тысячи долларов, вылился в городе деньги, которые… Больше десяти тысяч долларов – это точно, абсолютно региональное развитие. Даже в будущем… В Москве нельзя построить товарооборот на одном городе. Здесь лишь долларов. Только на одном. Причем не важно, может быть, в Мерседесов. Самая крупнейшая, в принципе, в Мерседесове. Сейчас я не буду вам это рассказывать, потому что это не нужно. Поверьте на самом. Буду. То есть, человек, который зарабатывает десять и больше, может жить хоть на хуторе. Но его товарооборот должен быть разбросан. Потому что… Мерседесов может объяснять. И так… Я не знаю, кого из вас обрадовала, не обрадовала эта ситуация. Но я как-то уже смотрел много-много раз. Хотел бы обратить ваше внимание на то, что обучение, как то, события, презентации или любые события, играют роль позитивного ускорителя бизнеса в том случае, если работал первый этап, для которого презентации и школы не нужны. Первый этап – это создание потока, проведение встречи, то есть то, что делается и не бывает. Если на событиях те же самые люди, но чаще всего вы говорите о том, что на событиях много новых людей. Есть новые люди в первый раз? Честно, зазнаетесь? Нет. Вот. То событие начинает любое. Начинает работать против бизнеса. То есть это удивительная вещь. Если я работал под это мероприятие, это тоже огоньное выражение, приехал с новым человеком, если я сделал неправильный промоушен, чтобы у него нарушение ожидания объяснил, что будет на этом событии, что нам надо с этого события взять, то для меня это событие вылежит. То же самое событие для человека, который приехал с новым человеком. Или некоторые новые люди появляются, а вот их спонсоров, грубо говоря, нет. Это тоже такая интересная история. То вот это событие работает в обратную. Чаще всего человек после такого события вообще и выпадает из бизнеса. Либо на него оно никакого впечатления не появляется. Поэтому я на вашем месте не рассчитываю на обучение, как я уже сказал, на системные события, бессистемные события, на это все, пока вы не расстричгаритесь по встречам. Пока вы это научитесь проводить. Вы встречи в основном по продукту умеете проводить. Те, кто умеет проводить по бизнесу, здесь очень много таких встреч. Если не умеете, то мы можем научиться. У нас есть два типа встреч, да, встречи по бизнесу. Это так в классике говорится. Я лично, честно говоря, обычно не делил все это дело. Я старался работать от того, что человеку надо. То есть заранее узнать, что ему нужно. Узнать из них все, что ему надо, собственно говоря, не провести встречу. Значит, те люди, которые считают, что им нужно их научить показать, показать еще туда сюда, а вот нечить, это практически бесполезная история. Раньше я тоже думал, что я могу взять от мужа Швариха и его научить. Сейчас я понимаю, что я не могу из вас сделать. Я не говорю, я тебя научу, я тебе помогу. Я могу сказать, я тебе могу показать, как проводить встречу. Поэтому у меня нет стопроцентного, например, люди ко мне приходят, и я сто процентов делаю из него видео. Такого у меня нет. И я не могу сказать, будет ли это человек или нет. Я очень долго не могу сказать, будет ли это. И даже не пытаюсь делать ставки. И уж тем более не пытаюсь говорить, это мой будущий лидер. Потому что есть люди, которые быстро загораются и быстро остановятся. Маленькие маховички, понимаете, быстро раскручиваются и быстро озанавливаются. А есть большие маховики. И фиг его раскрутишь, но если раскрутил, уже фиг остановится. Поэтому я давно уже перестал заниматься вещами, связанными с какой-то оценкой человека. Или с каким-то представителями. Я спрашиваю, как тебе человек? Я говорю, человечный. Нормальный. Я бы сказал, что даже не надо, чтобы он вам нравился. Или чтобы вы его хотели. Потому что начинает устраиваться очень неправильная ситуация. Ближе всего профессия спонсоров сетевого маркетинга напоминает тренера в спорте. Какой бы тренер у вас ни был, заниматься же вам два. Ну правильно я говорю? Если даже вам дать тренера чемпионом, то все равно заниматься надо вам. Вы должны как-то соответствовать этому третьему. То есть даже если он чемпионом тренирует, вы если к нему попадаете, делаете то, что вам хочется или кажется, или вы воспринимаете, вряд ли вы будете чемпионом. Это понятно? Так, второе. Этот тренер, он видит, что вы делаете, кто он и виде спорта. И соответственно он может выступать как тренер, корректируя ваши те или иные действия. Даже у чемпионов мира есть тренер. Вроде банальная вещь. Ничего такого особенного я не сказал. Тем не менее большинство из вас, из нас, совершенно неправильно себе представляли роль спонсора в сетевом маркетинге. И воспринимают его либо как учителя, либо как какого-то волшебника, который делает из какаши конфетки. Есть желание либо попасть к этому спонсору, это же тренер, который создает чемпионов и так далее. Я скажу так, если даже моих лидеров я принимал участие, некое занимало участие, в их становлении. Чаще всего я горжусь тем, что я не мешал. Потому что так же как и со мной было, когда я кому-то подписывал людей, я стал супер-реклутером, у меня было ста и ста подписаний, и народ таскал ко мне людей. Никого из этих людей нет. Ни тех, кто таскал, ни тех, кого таскал. Понятно сейчас? Почему? Потому что я мог себя продать, я мог так сделать, что человек подписывался, но потом этот человек оставался с тем, с кем ему работать. Я перестал это делать. И, собственно говоря, спонсору своему, у которого я учился в бизнесе, я тоже перестал таскать людей. Очень быстро. Потому что я увидел, что те, кто его покупают, красавцы, потом остаются со мной. Я сильно проигрываю по сравнению с этим человеком. По крайней мере, я другой. А человек покупает человека. Сейчас мы говорим о партнерстве. Я не говорю сейчас о потребителях или дистрибьюторах. Вот 95% можно образованием привлекать, знаниями привлекать партнера, этим не привлекают. Совершенно. Как я сказал, это люди, которые руководствуются целью. Поэтому вам нужна цель. Четко споммулировать. И первое, что мы делаем, когда начинаем в биологии учить, мы будем научить рассказывать свою историю по бизнесу, мы из вас путаем личную историю. Историю по бизнесу. Личная история не является историей жизни и страданий. И на событии, мне кажется, в собрании психоаналитиков на сцене вступают самые тяжелые пациенты, этих психоаналитиков, у которых в детстве были, как у нас в училище говорило, у нас не было никуда было говорить, ну надо витиват очень говорить, поэтому они все хотят из тех, чем плохое такое. Мы говорим, у тебя была высокая няня с трясущимися руками, каменный пол в детстве. Соответственно, поскольку спонсор не видит то, что вы делаете, что вы говорите, ему надо рассказывать, только если бы вы хотели, чтобы он видел, что вы делаете. У нас бизнес языковый, понятно? Это не мешки и ворочицы. Соответственно, он должен знать, что вы говорите. Если он не знает, вы говорите, я поговорил с человеком. То есть я понимаю, что вы не понимаете, как работать со спонсором, вы его в качестве тренера не используете. Ну, представьте, у вас тренер чемпион, который чемпион, вы ему говорите. Я сегодня занимался тренером, но он не видел, как вы занимаетесь. Вы ему уже так месяц говорить, вот, говорите, чемпионы из вас точно не получатся. Вот, если вы с ним не общаетесь, считаете вы каким-то таким, то я могу вам сказать, у нас тренер говорил чуть дорожки. Меня за тренировку в раз десять не под ненавидели, я покажу тренировку. Если вы хотите дружить, ребят, переходите в раздел 95%, и вы дружите. Общаетесь, тусуетесь, разговариваете. Я пришел, я хотел в жизнь себе поменять. Учиться зарабатывать деньги, причем зарабатывать их так, чтобы не просто было много, а чтобы мне не надо было заниматься бизнесом. Потому что я любил совсем другое. Это потом, когда я уже полюбил, дольше не занимаюсь, и мне понравился процесс. А вообще я хотел, чтобы деньги приходили, я перестал заниматься бизнесом. В начале мечтального. Вот. И по этой причине, скажем так, вопросы дружбы, взаимоотношений, взаимоотношения. Это, опять же, ценности 95%. Ценности 5% есть цель. У меня здесь все люди, у которых в жизни есть как минимум цель. Еще больше, которые единомышленники. Общая цель. Все. Мне все равно такие и вы. Потому что если вы говорите, надо быть, то, что вы обычно говорите, с детям, когда они ищут вторую половину. Вот. Это для 95%. Самый главный критерий для партнерства это совершенно другой. И, кстати, задача человека по жизни научиться находить все партнеры. Это самая главная задача человека по жизни. Законы поиска партнеров в личном плане или в бизнесе абсолютно одинаковые. И всегда у всех примерно косяки. Почему? Критерий не делать. Я сейчас понимаю, что я говорю, вещи немножко для вас как руши режут. Потому что мы все вышли как бы из исполнителей. А не творителей. Если вы помните, из роботов-решителей, роботов-решителей. Вот. Нас всех готовили для того, чтобы мы исполняли определенные функции. Соответственно, закладывают определенную систему ценностей. Такое, как образование, логическое мышление, порядочное состояние. И вы говорите тогда своим вторым половинам, будущим вторым половинам, следите к своему лицу. Найти себе порядочную, порядочную, воспитанную, образованную и так далее. Иди учиться. Ну, сосудиться, потому что надо дипломом, и все с другой точки. Нет, я не против этой учебы. Но если на этом остановиться, это 23%. То есть это нормальные качества, они не вредные, не плохие. Ну, просто их недостаточно. Они не главные. А раз они не главные, то есть большая вероятность 100. Вы пропустите критерии необходимые, рано или поздно вас разорвут. Ну, спортом. Вот. И критерии очень простые. Цели и ценности. Соответственно, нужно все хорошо знать свои цели, как и знать свои ценности. Большинство людей не могут сформулировать свои цели. Задачи могут. Цели они могут по жизни сформулировать. И уж тем более они могут сформулировать свои ценности. Подозреваясь, что они есть, я тоже так же был таким же был. Меня когда попросили написать желание не меньше 100, на котором я потерялся. Я думал, что желание больше остаться. Что, я ребеночку сейчас напишу. Тысячку. 38-ое. Фантазия закончилась. На 38-ом желании. Нет, ну там нельзя писать, например, дом и днем вот такие занавески, вот такие стулья. Они разные желания. Одно желание. Пример. Там одна машина одно желание. Вторая машина второе желание, да? То есть, если нормально к этому относиться, то у меня фантазия закончилась. Сейчас я могу написать очень много. С ценностями тоже могу написать очень много. И знаю свои ценности, и собираю эти вещи очень интересные. И сколько себе интересного узнаю, и за собой начинаю заниматься. То есть, мы все подозреваем, что у нас есть цели. Что у нас есть понимание наших ценностей, и вообще, что есть понимание ценностей. Отсюда очень много людей в бизнесе и в жизни теряют партнеров. Это всегда очень болезненно. Если у человека другие цели и ценности, рано или поздно ваша задача разорвёт. Разорвёт это самым неподходящим. Поэтому нравится мне очень, такой замечательный критерий есть. Он мне нравится. Или она мне нравится. И всё остальное, что дальше я уже перечислял, это очень забавно. Это, как я вам сказал, задача по жизни. Потому что, когда научитесь вы это делать, вы научитесь своих детей это делать. Понятно сейчас о чём? А если вы не умеете сами, то вы не научитесь. Научитесь всему хорошему, но для того, чтобы был 90-ти процентов, на самом деле. Так. Давайте начнём с чего? С того, примерно, как я себе это вижу, если в очень коротком варианте. Коротком варианте. И потом, потом, блин, блин, блин. Есть тема, с которой, на мой взгляд, можно зарабатывать, можно зарабатывать очень хорошие деньги. И были идеи на миллиарды. Вот. И вообще, собственно, мне всегда хотелось найти какую-то идею, не всегда, когда начался капитализм, найти идею, можно зарабатывать деньги. И мне очень хотелось, чтобы эта идея была связана со здоровьем. Потому что это, во-первых, тема, которая волновала людей, и будет волновать людей. И второе, мне очень хотелось, чтобы в конечном итоге это привело к созданию, вот то, что я говорил, достаточного дохода, да, то есть, чтобы где-нибудь продолжали проступать, а я уже не занимался. Я нашел эту тему, эту тему воды по нескольким причинам, почему эта тема для меня интересна. Во-первых, она достаточно свободная, по-моему плане. На воде есть только два бизнеса. Бизнес очистки и бизнес бутылировки. Больше бизнесов там нет. И они все очень крутые, эти бизнесы. много миллиардов. Второе, это то, что вода, как вы понимаете, не просто очень важна, а ее ценность возрастает. Она уже сейчас стоит, как бензин. И со временем ее ценность будет только расти и расти и расти. Соответственно, нужно было найти какую-то нишу с темой воды. Утрирование есть очистка, есть что-то можно найти. И, зная немножко некоторые моменты, связанные с физиологией, поскольку спорт, агриация, в свое время, я понял, что есть вещь, то есть вода, наша внутренняя вода, влияет на нас в самом существенном образе. Она определяет наше настроение, нашу энергетику, наш возраст. Даже как мы воспринимаем друг друга. То есть, понимаем ли мы друг друга людей или не понимаем. То есть, люди с разным составом внутренних своих шерстей, понятий не могут быть. Мы даже разговариваем на одном из принципов. Вот. Еще в советское время, в летном училище, нам объясняли, только все это говорили о закисления, в основном, и от стресса, воздействия стрессов, там, высоты, давлений, кислородов и всего остального прочего, нагрузок различных. Изменения внутренней живости приводят к тому, что человек перестает адекватно воспринимать окружающее пространство. Адекватно себя вести. Понятно, что сейчас еще не получилось. Это извинения на уровне внутренней живости. Потом я узнал, что внутренняя живость определяет наш возраст. Вот. Ну, а такие прописательственные, которые, что мы состоим из 100% из воды, наш мозг – 90% из воды, мы их хорошо знаем. Причем, без компьютера прожить можно несколько лет, без езды – несколько дней, или даже недель, а без воды вы себя будете плохо чувствовать достаточно быстро. То есть, это вещь возобновляемая и нужная людям постоянно. И вода, сейчас еще пока мало кто это знает, влияет на наше состояние. И определяет здоровье людей. Она является, если не брать травмой, на 100% источником всех заболеваний, которые тут есть в истории. Открытые, не открытые, и так далее, и так далее. В основе их изменения внутренней водной силы. А потом все остальное. Вот, если мы не берем травмой. И какие-то там заболевания, которые там непосредственные, после этой матери приводятся. И то, они приводятся равно к изменению водной силы. Теперь. Это вопрос чем? Более того, мне интересно еще то, что у этой тематики есть социальная подобретка. То есть, для того, чтобы бизнес был много миллиардов, надо, чтобы он интересовал большинство людей. Понятно? Почему? Огромное количество людей. И был социально значим. То есть, приносить что-то хорошее людям. Потому что, если это хорошее, а не просто модное, то это, соответственно, будет продолжать этим пользоваться. А не просто попользуются исходя из ситуации модной. Представьте, если бизнес в свое время был завязан, например, на производстве кассет. Раутер. Или пленки вообще. Ну вот. На Украине такая смена. Смело, господи. Порой. В том, где советские фильмы все готовы, пленки раут. А сейчас, вот, представляете, как? Все в цифру ушло. Да? Фотоаппарат уже. Никто не проявляет. Комнаты не забираются. Вот и так далее. Тяжело, если бизнес, наверное, будет построен. Тяжело, да? Вот. А его тема очень интересная. Если, соответственно, с этим можно зарабатывать деньги. Ну, рейтинг. С каким продуктом можно зарабатывать деньги? И, соответственно, от того, на что вы в жизни уже знаете, на скреб c cease амбиции развиты, да? Можно зарабатывать несколько тысяч долларов, можно зарабатывать десятки тысяч долларов, сотни тысяч долларов. Это вопрос только ваших амбиций. Потому что мы всему в этой жизни научились, родились без навыков, без знаний, всему в этой жизни научились. Конечно, мы можем научиться и еще раз. Понятно, что старые обезьяне будут в новом фокусе научиться, но это дело самой обезьяны. Старая или она не сам, понятно. Есть некоторые молодые, которые уже ничему научиться не готовы. Вот это отношение, собственно, самой обезьяны в смысле. Итак, если вас интересует поговорить о том, как вода влияет на ваше внутреннее состояние, мы можем об этом поговорить, на состояние ваших близких детей, родителей и так далее. Мы можем об этом поговорить. Если вас волнует, как зарабатывать десятки, сотни тысяч долларов с водой, мы можем поговорить на эту тему. Если вас не интересует никто, ни другой, наверняка у вас есть знакомый, который а, а, амбициозы, б, бьются в жизни, хотят найти людей, которые можно разбогатеть, которые можно реально поменять жизнь. Потому что зарабатывать деньги, мы все как-то худые-бедные были. Соответственно, я хотел бы третьим чеком встретиться, благодаря вам, по рекомендации вы мне порекомендуете. Просто добро возвращается. Если вы мне сейчас не сделаете добро, а не поможете, то и вам нужно. Вот, круг добра замутется. Так о чём будем разговаривать? Добро девять. Или о десятках сотни тысяч долларов. Или о чём? Десятках. Или дадите мне рекомендацию, а я посмотрю. В принципе, давайте теперь разберём это всё. В принципе, для меня, я это длиннее иногда объясняю. И на школах, там где-то, на мероприятиях каких-то. Школы какие-то иногда я провожу, события провожу. То есть, ещё раз говорю, это разные вещи, если работает первый этап. Если работает система организации поток людей. И приходят новые люди. Если этого нету, ещё раз подчёркиваю. События работают против вас. Одни и те же люди на событиях после третьего раза начинают требовать новой информации, нового привлечения. Это превращается в шоу-бизнес. А не в бизнес. Это мы уже знаем, это мы уже слышали, дайте нам ещё что-то. Это первая нехорошая мысль. Вторая нехорошая мысль. Благодаря знаниям, ничего в жизни не создаётся. С точки зрения созидания, то, чего не было. Всё великое в жизни, всё создаётся, благодаря вдохновению. На отрицании предыдущей системы знаний. Понятно сейчас? Поэтому пульт знаний, образований и учёбы в своё время высмеивались. И у нас это называли жопа-сучка. Ну, боба для меня. Это слово правильно называется. Почему вы смеивались? Потому что люди, которые любят учиться, это система ценностей, не делает партнерами, не делает партнерами, не делает партнерами. Так правильно. Но не читайте. Чем больше вы напечатаете, тем больше у вас опыт. Понятно сейчас, чем больше. И знания позволяют лучше перевосмыслить ваш опыт. То есть они вторичны, но неприличны. Но большинство хочет узнать, как, а потом пойти делать. Не происходит. Потому что не хватает энергии. То есть когда включаются знания, энергии выключаются. Вдохновение не работает. Почему? Знания — это определённая система. А тут ещё мозг решает, что вы можете, что вы не можете, что сейчас возможно, что невозможно. Вы же реалисты. И вы создаёте себе реальный мир. Ну, как создаёте, вы его видите. Ну и дальше со всеми потекающими последствиями. При этом, чтобы добрые, хорошие люди, вам надо учиться пользоваться самими собой. Возбудиться по поводу чего-нибудь, еще то сильно захотите. У каждого из вас в жизни был алгоритм успеха. В чем заключался? Вы что-то так сильно хотели, но не знали как. Ну так сильно хотели, что у вас это получалось. А всё остальное, что вы хотели головой, у вас не получается до сих пор. Вы настойчиво продолжаете головой, а мне надо подумать. Надо всё здесь, надо с семьей пообщаться, соответствоваться, там и так далее. И у ВОЗ именно не там. Ну или у кого что? У такого УОЗ, у кого маленькая телека. Итак, существуют четыре базовые ценности. Они потому и базовые, что они у любого человека одинаковые. Называются они по-разному. Чаще всего видят колеса. Там колесо сансары, колесо счастья, колесо жизни. Вот. Да? Я вам не буду брать все четыре. Я вам скажу право три. Когда меня спрашивают Алексей, почему ты занимаешься этой ерундой? Я говорю, по причине того, что мне нужны базовые ценности, такие как здоровье. Я веду неправильный образ жизни, я веду нам и иметь крепкое здоровье. Вы знаете, да? Чтобы вести неправильный образ жизни, мы уже очень крепкое здоровье. Если вы правильный образ жизни ведете, можно иметь любое здоровье. Вот. Дальше. Это просто если для этого денег и время. Я пишу мое, для большинства людей это свободное время. А для меня оно мое время. Ну вот. То есть когда-то я был счастлив, мне очень нравилось и так, мне очень нравилось приходить на аэродром. Уходил с родом, я счастливый приходил на работу, счастливый уходил с работы. И тогда все это закончилось, я подумал, что больше либо участие не будет. Поэтому мне сейчас поступило, я думаю, что быстро денег заработает и займусь тем, что мне нравится по жизни. Просто я не представлял, что, например, был бы в этом нормальной семье, чтобы зарабатывать денег. И может кому-то нравиться. Но я понял, что деньги зарабатываются большие и серьезные и трудом, к сожалению. Оттуда входит доход. Вот. А зарабатывает со способностями работать с людьми. А перезобудит труд, труд и худе. Ну это отдельность только. Так вот. И поэтому мне это дело понравилось. Это приводит меня к изменениям моим собственным познанием. Каждый раз меня это все удивляет. И главное радовать. Когда я беру на ведение, я это радую. В наше время смотреть на людей и радоваться, это редкое для детей. Поэтому я это радуюсь. И так, когда я стараюсь, почему я занимаюсь на эрундой, я говорю, есть три. Ценности здоровья, деньги. И мое время, и свободное время. Чем надо наваркать заниматься, если нет эрундой, чтобы иметь пересечение всего этого? Обычно люди замолкают. Поэтому не богу. Потому что ничего предложить, чтобы там было решение этого вопроса нет. Вот. То есть мне нужен бизнес в теме здоровья. Мне нужно, чтобы не просто деньги приносило, а финансовая независимость. Или азартный такой, как хотите. Термины независимо не думайте. Какой вам удобный. Некоторые там резидуальные, остаточные, пассивные, и так далее, и так далее. В принципе, финансовая независимость – это немножко другой показатель, но схожий. И со временем все понятно, да? Я практически из линии компании три года не занимался бизнесом. Я на салюте приезжал, и все мое участие было в судебном макетинге. Встреч не проводил никаких. Наслаждался жизнью, был счастлив. То, что я от него ожидал, то я и получил. Единственное, что я видел, очень многих людей, которые нуждались в мотивации во внешней энергии. И всего со мной. Инструменты в компании не было. Поэтому честно надо было говорить, ребята, таким темпом, как вы работаете, через 7-10, за тысячу долларов выгребетесь. Не сдавайтесь, продолжайте делать то, что вы делаете, через 7-10 лет до тысячу долларов выдают. Это в среднем месяце. Некоторые быстрее доходили, некоторые медленнее. Основная масса людей не выдержала, выходила за обещаниями более быстрыми, либо возвращалась на работу. И тут, собственно говоря, компания приняла решение развиваться. и достиг за 10 лет, 10 раз. Соответственно, чтобы это выполнить, понадобилось стимулировать лидерство, потому что они обеспечивают развитие, а 90-проценники обеспечивают стабильность бизнеса. Развитие обеспечивают выборы – это первое. А второе – понадобилось увеличивать выплаты. Потому что, если вы хотите получить хорошие кадры, вам нужно отрубить. Приготовиться, раскошеливаться. Соответственно, компания увеличивает выборы. Но они для всех, кое-откуда на деньги не забрали, только оно работает. Вот, не переживайте. У директоров никто никто не забрал. Кроме их целей. Некоторые рассказывают, что мы не забрали. Есть еще один, поймите. Пятипроцентники это знают очень хорошо. А вот 90-процентники существуют, четко верят в чему-то в реальность. Хотя все книги по личностному развитию и по успеху рассказывают о том, что реальности нет. Но 90-процентных большинство нормальных людей, они медицины признаны нормальными. Социологии, философии, то есть социологии принято за норму. Понятно сейчас о чем? Они свято верят, что реальность есть. Правда, сколько людей, столько и реальностей. Но это им не мешает верить, что реальность есть. При том, что они преобразованные люди даже знают, что у человека нет способа познать объективный мир, что он сугурно субъективный. Некоторые даже знают, что мозг это своеобразное состояние. Это даже не твердое тело, даже не жидкое тело. Некоторые организованные люди даже знают, что это состояние называется физики. Взоля, на которое влияет практически все, что мы едим. Очень сильно влияет, как мальские вещи. Приводится в нарушение восприятия реальности. Если вы замечаете. Картошки поели? Да. Вот. И как-то вам стало радостнее, да? Конфеток поели, там, девчоности, кстати, поели. Вам становится радостнее, правда? И вроде уже там, все эти нормальные, муж нормальный, да? И вы не замечаете, что даже это влияет, собственно говоря, на более сильнодействующих веществах, на которых мы сейчас узнать не будем. Единственное, вот опять же это тоже влияет, вот, состояние, вода, которое может привести вас к тому, что вы начнете реально видеть мир. Что значит реально видеть? Вы начнете видеть, что вы можете его не пнять. Вот. Ну ладно. Переходим к самому интересному. Я сказал, нужна была компания, которая занимается водой. Итераловый пункт номер один на рынке по продвижению живой или правильной воде, как вы хотите. Лично для меня. Я всегда в этом связывали его, все 10 лет я этим занимался. Все остальное для меня было в вагончике. Лично для меня. Вот. И эта идея для меня вообще самая такая прикольная, классная. Почему? Потому что есть огромное количество людей, которые даже не сетевого маркетинга, даже не кто за это не платил, но они пропагандируют то же самое. Ну, можете зайти в книжный магазин, найти там книжки, вы не болеете от жажды. Да? А вот там, видеть фильм BBC, например, «История капли воды», и так далее, и так далее. Там как раз вы про ноги того, что вы знаете, и даже то, чего вы еще не знаете. Вот фильм «Наш тайны воды», и так далее. Никакая компания типа Nestlé это дело не пропагандирует. Понятно? В создании этого типа. Тем не менее, очень многие начинают говорить, ребята, что наше качественное здоровье зависит в первую очередь от нашей внутренности. Внутренности. Сейчас я возьму бумажку, то есть, чтобы начать вам много времени тратить. Пишите, Василий. Еду, я тебе сказал, «Наш тайны воды написать, иначе тебя не остановишь. И завтра ты на нас не подъедешь». Вот. Поэтому Еду написал, «Чего вам сказать, и чего вы мне говорите». Так. Соответственно, инструментом для реализации всего этого является кто? «Как ну…» Вот. А… И вы знаете, да, что человек на 70% состоит из воды, а мой скаун состоит на 90% всего. Это вы знаете. Соответственно, для меня коралловая компания занимается продвижением продуктов закрепленных областей. Номер один на этом рынке. Если не сильно это ценить, то кто-то может участвовать в этой замечательной идее и замечательный шагу заболевать. Пока что еще мы тут номер один. Никто только не понимает и не знает о воде и не имеет такого набора. Но многие самолитяне искусственно сокращают в басню, череду кораллов. Я не стану вас проверять, чтобы я не расстраиваюсь, а не потому что я у вас стрель. Что вы используете в виде продукции кораллов? Мои проверки по остальным структурам показали, что дурное влияние большого количества знаний, взятых большей частью закадения здоровья и всех остальных книжек и всего остального. Примерить к тому, что вы крайне неудачно пользуетесь продукцией. Почему? Потому что вы думаете, что вы съедаете продукт и все остальное происходит автоматически. А это не происходит. То есть наша задача изменить нашу внутреннюю воду. Понятно? Внутреннюю воду. Задача не съесть продукт, а изменить нашу внутреннюю воду. Понятно? Внутреннюю воду. Поэтому для меня было минимальный, оптимальный набор по воде. Вот. Внутравка один – Coral Mine. Что-то из антиоксидатов. И что-то из ферментов. Как вы понимаете, самая простая – это по какому-то жизни. Для меня это всегда было как минимум. Но можно будет обставлять и что-то другое. Что-то микрогидрин, H500. С дн. 7 лета была такая обещаврительная формула, а сейчас это гифистейбл. Понятно? Сейчас еще раздречь. Угу. Когда мне человек говорит «я водичку пью», в смысле Coral Mine, я понимаю, что А, он не понимает, что он делает. А, имеет концепции, если знает, рассказывает, то он ее не понимает. Одного Coral Mine он даже в воду с вырусей вам не изменяет. Потому что у многих вода так столько положительная, что у них даже при заказе заряжено. Угу. Угу. Вот. То есть это даже мало для некоторых. Вод даже эвакуилирован. Не говоря уже про тех, как вы сказали. А для нашей внутренней воды это точно очень-очень мало. А поскольку для меня был важный результат. Если будет результат, то люди будут продолжать пользоваться продукцией. Угу. Угу. У меня, соответственно, люди имеют право покупать Coral Mine. Но когда члены клуба говорят, там, типа, я водичку бью, там, нули. И не используют что-нибудь из этих оксидатов и ферментов, то я понимаю, что они не понимают консепции. Угу. Угу. Соответственно, раз они не понимают, они то же самое сделают со своими людьми, и для них будут осознанные постоянные потребители, которые даже выздоровели будут продолжать в чем-то. К оптимальному варианту идут продукты, которые работают с водой. Это гидросель. Это литализация. Вот. И это еще какой-нибудь оксидант. Вот. Например, если здесь идет, там, акваукс, допустим, то здесь уже та шпицот. Если та шпицот, то здесь, соответственно, может быть, и там активин, там, да, то, что есть с инфекцизантом. Понятно еще один инфекцизант. Это понятно или не очень? Дальше. У меня есть питание. Точно так же. Нанимание. Набор. На первом месте, соответственно, у меня такие витаминные кислоты. Лучше всего визовинный кислоты — это бодрость. Любой бодрости, содержащий продукт. Лучше всего визовинный кислоты. Витаминные, минералы, жирные кислоты. И даже ферменты. То есть, самое оптимальное, если вы знаете, люди там в космос собираются. Жить где-то там, да? Но в питации они собираются пользоваться невырающим. Понятно? Они не могут взять с собой много консервов. Много запаса еды. Вот они должны быть. Длительные периоды планируются питаться в области. Понятно? Они сомневаются. Почему? Это так называемая натур Tory. Называется ее из рыбы супер пищи. То есть в маленьком объеме содержится всё, что нужно человеку. Такие продукты не так много. Они есть. Локальные, есть международные продукты. Которые относится к продуктам супер пищи Продуктор, так называемая, выживания. То есть в маленьком объеме содержится практически всё, что нужно человеку. А именно кислот. как я стал воду либо будешь цели на и дальше там это супер пищи зеленое золото там коктейли дальше нужно омега-360 жирный биснов и нужны проделать 50 процентов того что вы съедаете не усваивается вашим кишечником она спасет тогда когда переработали бактерии если бактерии плохо дела обстоят 50 процентов того что вы даже очень качественно царейте на они усваиваться кишечником не будет порядок они используют давайте они продукты писать насыщенный он любит понят какие не психоприципальные каким-то он использует в оптимальном опять же поймут против эти 24 у меня это всегда было в виде уборечки если ты как у маме брать щекам для изменения и страшно что ей нужно брать я беру всегда у сам себе вот эта база если для вас все остальное это питание систем и это идет вот поэтому люди которые лечатся без вот этого вот это дилетанты и введенные в заблуждение врачами мне особенно нравятся врачи которые показать на темнопольники на строке крови дают человек а потом а потом они это все дело не пишут все что угодно посмотрел увидел что кровь изменилась за 40 минут двигаться и готов покупать но вы пишет они будут твердым годом как раз нет того чтобы почему понятно если вы не используете вот этого то все остальное чтобы используете это нефига если еще хотите не на питание беда что нужно клетки каждый божий день и клетки и клеткам которые умирают рождается нового это тоже не за каждый божий все остальное это дополнительно хотите контролировать вес добавляйте коктейли заменяете и еду заменят у нас замечательный коктейли могут заменить еду и к сожалению нет пока продукта который ходит с задом силу воли них не есть поэтому заменить можно но никто этого не делал зачем когда можно понять правильно поэтому такая страсть по поводу половаты которую народ используется как средство для похудения но правда он обязательно при входе на глину должен нажраться на 4 дня и выход должен отметить что он не может быть так так а а а а а и а 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 поэтому например скажу вам честно откровенно хэлс пак для меня это не хэлс он может быть пак он хэлс его сделан человек который не понимает концепции здоровья он не доделанный для воды и не доделанный для питания там нету ферментов и нету и самых важных компонентов там нет но если вы будете кушать но а 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 в а а а а то а а вот а а а а а однообразно я написал на четыре месяца расписал разные когда то есть и контексте данные группы а потом народ начал слушать огромное количество читать книжек и ушел в очень смешные какие-то дели вот поэтому когда я смотрю что-то из этого они не едят из минимума этого или этого они не используют при этом они говорят лёша я покупаю много я ем я беру платки на группе придешь правду свечи он тебе поцелуй если ты хочешь для себя что-то хорошее сделать то ты можешь нормализовывать как минимум свою водную среду а поскольку ты себя не нормализуешь ты и не понимаешь собственно говоря ничего так дальше пошли для меня на всем этом соответственно есть серьезный как я сказал коммерческий значитель вот я вам постарался передать в чем он заключается вот смотрите для миллиардных идей ну как я сказал важный продукт который бы значимый которого выросла правильно который будет огромному количеству и огромному если это нужно как вы понимаете ожидать если значимость была вот какое-нибудь объявление потом закончилось соответственно что на этом серьезное дело не выстроить да чем надо заниматься как вы видите нефтью это называется на жаркуни закрытая дверь или высоко распакованная дверь ну там по-разному в чем смысл ваша возможность войти в этот бизнес в это дело либо для этого нужно очень много денег высоко распороженную дверь да либо там там уже много народ то есть было бы интересно найти то чем кто занимается плюс еще есть масса интересных вещей в Каралонбурге таких как компания с американским продуктом американцы сволочи так что и продукты в стране европейский уже куш национальный продукт еще тяжелее но компания канадская продукт американский а начинает она всю эту историю если вы думаете что происходит случайно или не для вас по закону пятипроцентников так и будет это не для вас это случайно другой следующий момент очень интересный для этого повода заключается в том что что по большому счету компании компании как бы уже 16 лет но эти 16 лет она была с точки зрения не совсем заделана недостаточно вполне от того что в ней было но многие люди это недостаточно через два года выходить на 10 тысяч долларов за некоторых товарищей было обидно поэтому у нас день первый начался 1 июля этого года поздравляем новый год новое счастье с новым счастьем ну вот если они люди под вами или рядом с вами сбоку если конечно не допустим от мыши называется и идет с ними оберег что еще я хотел вам сказать что за 16 лет тем не менее мы на мозоли глаза так называемом сетевикам которые прибегают новые компании через три через три пять лет некоторые некоторые раньше некоторые ночевники нормальная вещь они научились строить быстро сети быстро зарабатывать вот но нам они зарабатывали день они всю жизнь если они останавливаются то будет нечего ясная мысль другие миллиардные компании стабильные существующие много лет они там как я сказал куда осталось ехать есть место и нет еще лидеров и и она какая-нибудь новая живет очень мало на южном больше станции там больше можно подписать вот но в любом случае ситуация на самом деле совершенно которая на мой взгляд складывается на самом деле это новая компания к сожалению к сожалению почему к сожалению не рассудочные и любит образование они любят только то что им дают но то что им дают они не цветнет никогда и знание в том числе хотя почему считают что ценность это дорожало и так далее но странная вещь я говорю ребята почему вы компании выборы они не могут выдать критерию выбора компании вообще или даже критерия продукт хороший хорошее то есть при новой люди ну не мы у нас лучше я говорю хорошо лучше это по каким предметам ну типа не морячь мозг и ты так понимаешь сам себе то есть не составляет для выбора компании даже своих не понимает почему в других компаниях есть хороший продукт там есть хорошие люди и так люди получают результаты здоровья если мы берем родину второй странный момент люди не думают о тех факторах которые влияют на рост товарооборота и у меня странные мысли в голове разные что на товарооборота влияет на уровень их знаний продуктов потом они думают что товарооборот влияет покупательная особенность на людей то есть цена продукта и динамические ситуации в стране где-то верят вот присылаются обычно на экспертов присылаться на экспертов так же забавно и так и вовсе не будет эксперт может объяснить почему это случилось знаете что такое хороший политик помните хороший политик человек который может сказать что будет через неделю через месяц через год а потом есть вот это то же самое эксперт эксперт может объяснять только что все что он происходит так происходило богатым и не занимался эксперт он сам давно давно бы сидел бы у себя там на ранчо и детей там воспитывал зачем у нас экспертами данных чтобы зарплат людей кто деньги люди которые верят политик понятно почему нельзя сесть на основании своего это понятия и вещи я начали людям рассказать рассказ а на самом деле все все и очень я понял что когда ты не даешь они вообще как будто ты ему не говори но они вообще не замечают эти параметки настолько это банальная вещь это не просто сетевом маркете это вообще в любой компании любой науки государственном управлении военном управлении всегда все закон успеха всегда сейчас я вам скажу не понятно первое это вдохновляющая я вам говорил под вдохновение люди что делают подзнание люди ничего не делают они выполняют работу которые создают то что уже было чтобы задать что-то новое нужно вдохновение и не только в искусстве вдохновляющая цель или мечта как хотите то есть вам надо по полу чего посвятить в капуше в каком смысле вы должны это сделать приоритетным если у вас будет 50 на 50 поздравляю вы нашли новый фонд результат у вас будут как ухабистов марки собирать будете но богатыми вас это не сделают понятно вышивать будете но богатыми вас это не сделают какие еще копии у вас есть готовить убирать какие копии есть рисование и чтение читать книжки будете вот бумаг будет палата ключ будет потерян вот то есть если вас это не перед клинивает на то что вы знаете время стаскивать других своих занятий важных так называемых для вас занятий на это то это не вдохновляющая цель это просто то что вы думаете надо делать типа надо зарабатывать деньги то что мы считаем надо мы долго не делаем силы воли не хватает силы есть воли есть силы воли нет мы делаем то что мы хотим вот до этого хватает надо чтобы чаще всего это надо чтобы что-то случилось это души стимулирует потому что если это просто в вашей голове и душу дух вашу затронуло это не вдохновляющая цель созидание не получится нет у вас получится через 7-10 лет работаете с дистрибьюторами там те качества которые просто работа настойчивое выполнение позволяет это сделать дальше в обычной жизни когда люди чем-то вдохновляться не доделать дальше что нужно нужно найти людей которые хотят того же что это все у нас есть народ и есть люди народу много людей люди это человек у которого есть который загорается теми же самыми целями то есть кто готов дальше нужно поддерживать энергию для этого процесса как поддерживать энергию мы часто сильно говорить об этом не будем но я хотел бы сказать вам об этом вот здесь очень важная вещь она должна быть единая и это хотя бы два года можете попробовать один год но через один год вы увидите только то есть если вы один год продержитесь на вдохновляющей день то вы увидите что на второй год у вас будет 10 тысяч при этом в конце первого года возможно всего лишь тысячи долларов но если вы продержитесь на вдохновляющих людей и у вас будет хотя бы три человека таких все образы не надо больше ничего не знание продукции не понимание маркетинга плана ты так это человек потому что мы разбирали очень много лидеров которые в состоянии вспомнить далекие моменты почему это получилось мы были чем-то вдохновлены мы говорили все время только об одном то есть как вам сказать мы были очень странны с нами бесполезно было о чем-либо разговаривать мы любой разговор сводили к нашей цели понятная миссия на любой на любой вопрос алексей а какой продукт или почему это или почему то не знаю давайте помимо только сделать вот это о чем разговаривать если брать коралл когда мы пришли у нас была цель вернуть чек в которой мы были в другой компании у нас было 6 человек через два года они зарабатывали больше они зарабатывали в какой-либо компании в порядке причем была вдохновляющая цель у меня были люди у них никого не было но они нашли людей которые была та же самая цель но они как-то озвучиваются на что делать деньги это уже не вот и через два года люди были счастливы полностью просто не заработали все то что за много лет как только вы начинаете говорить о разных параметрах или вы говорите не только в клубе и утром не просыпаетесь с этой мыслью с этой мыслью не ложитесь то есть она вас не шпирит говоря молодёй языком или душа и дух не работает говорят в человеческом языке понятно что ли созидание не получится не получится качественного изменения жизни не только своей точнее и своей не получится и людей не получится если они это сделают то не благодаря вам по этой причине когда я слушаю что для вас коралловый клуб чем вы в нем занимаетесь я понимаю что шансов на через два года зарабатывать десять тысяч долларов нет когда я вижу огромное количество народа которые учатся я понимаю что через два года не получится ну в этой категории понятно когда я вижу как вы энергию пытаетесь поддерживать я вижу что вы ее не поддерживаете вас хватает на две недели-два месяца после события все дальше вы издуваетесь и возвращаетесь к доброму вечному мудрому к огороду семье я не говорю что это плохо ради бога просто это не поменяет ваши числа я не говорю что это плохо просто это не поменяет ваши числа так почему три человека давайте мы с вами разберем это все умные для меня воспроедение товарного оборот да кстати по поводу спонсор если вы будете ему рассказывать научитесь рассказывать так если бы вы хотели чтобы мы это видим понятно единственное причем ему нужен спонсор это грубо говоря как тренер как зеркало вы должны рассказать ему помочь ничего не советую что нужно учиться рассказывать ему что вы говорите а лучше всего как вы это говорите понятно что следующее это не обязательно гарант не обязательно добрый светлый и все остальное прочее не обязательно друг и чем для бизнеса это не обязательно если хотите дружите с кем хотите но обычная жизнь пройдет обычная ординарная жизнь через два года вы можете зарабатывать минимум 10 тысяч долларов в месяц это очень важно понять это не зарплата вообще с чеками очень важно понять что даже 200 или 300 долларов это очень круто потому что если правильно построить это не зарплата это товарооборот товарооборот а люди это народ у которого есть цель ну я называю это вектор общий термин для целей ценности если вы привыкнете видеть вектор человека с вами будет все хорошо по жизни во всех планах если вы не приучите себя видеть вектор человека если вы будете видеть там порядочность сообразованность если чуть-чуть удивить это никак не изменение в вашей жизни это никак не изменение в вашей жизни вот я помню, что мы были троп-человеком я вот возвращаюсь еще раз вам надо научиться вам надо научиться так рассказывать способ с точки зрения передавать вам какие-то навыки и знания вы можете общаться можно не общаться без разницы ничего не поменять только если вы научитесь правильно общаться и правильно воспринимать наставку вот еще ужасные вещи если вы надеетесь что это человек который должен вас доправлять должны помогать друг другу ну немножко если вы начинаете кому-то помогать очень долго вы портите этого человека понятно с чем то есть единственное что мы можем сделать для наших детей это научить какому папу это научить жить без родителей единственное что вы можете научить своего партнера это научить его жить без вас что значит без вас не общаться нет общаться ну правда так же и дети если вам не хватает энергии то скорее всего вы будете делать людей зависим этого я не люблю когда мне говорят Алексей когда ты едешь я говорю вам никогда раз спросили никогда собирался вот вот то есть я вообще не для того как спонсор я не для того чтобы я делал то что вы хотите то что вы хотите то что вы хотите приведу его сюда где вы находитесь то есть вы будете развивать дальше дело то что вы хотите что вы достали там теперь возвращаемся к трем человекам сначала мы поговорим о том человеке который создает свой права наоборот наоборот я бы очень сильно рады комментировал мне рассказывали это дело и самому себе нужно записывать через пятьсот баллов есть внимательные параметры которые восемьсот баллов и оптимально это тысячи баллов потому что если вы по жизни будете делать минимум тем более который будет получать минимум так устроено большинство людей это система ценностей в голове отношения к жизни так вот инструментом построения 800 баллов является ваше понимание чем занимается коралловым чем занимаетесь это может быть концепция здоровья но лучше всего если вы хотя бы простой концепция здоровья ее можно давать если вы уже кораллов снаружи лучше все более легкий удобно варим легко передаваемым понятно для меня идея воды подходит абсолютно идеально вы можете сказать что еще в компании есть направление экохимии чистящих средств морщин чем однообразнее вы все будете потому что происходит варианты попадают вам вот и мне ничего не получается а я думаю что мой спонсор должен сделать у меня получалось в принципе не верно так люди как устроят когда я перестаю слушать своего спонсора начинаю слушать другого спонсора он говорит правильные вещи но другие у меня опять ничего не получается я слушаю 3 он говорит правильные вещи но другие все мы говорим правильные вещи но они все разные для того чтобы получать результат нужно быть очень сильно сфокусированным нельзя быть чемпионом мира или чемпионом алипистика или чемпионом Европы или чемпионом страны или даже попасть в республиканскую сборную если вы на 50% этим занимаетесь нельзя добиться чего-то в науке если вы занимаетесь этим как хобби на 50% нельзя заниматься с людьми там например командовать людьми управлять людьми неважно если вы на 50% а еще где-то шиете на допрос понятно или непонятно это закон если вы не сфокусированы там сознательниче не получится серьезно чтобы это было за место а по этой причине вы носите колоссальное количество помер новым людям и в принципе не дают им шансы у них кашель они не могут ничего передать они не могут сформулировать простую вещь они либо очень много и долго объясняют что слушать невозможно либо они рассказали говорит человек вот опять пришел и столько всего услышал разного сама моя рука поэтому всех людей которые говорят ни о воде я считаю врагами мысль понятная или непонятная они не мешают если не рассказать о чем-то другом то есть инструментом построения товарооборота является ваше мнение все вы умеете если вы здесь так раньше у меня рассказывать о продукции не вообще а конкретного если вы будете вообще рассказывать то опять же будет помеха сильный помех сильный шум или людей будет складываться коралл занимается этой химией коралл занимается танцпаком коралл занимается глистами коралл занимается очистками лечений делает людей счастливыми меняет людей и вот я когда все это слушаю у меня реально как мы представьте ли я обычный человек мне говорят мы меняем мир мы делаем мир красивым у меня первая ассоциация возникает ребята наверное занимаются чем-то стилистикой какой-то там припатерский или там может спа люди красиво ведет вот мы меняем мир для меня это конкретно ребята религиозного направления вот самое полезное чем заниматься изменением само себя воспитанием само себя не надо никому меняет воспитывать единственно благодарная вещь все остальные неблагодарные кстати и неэффективно я не видел ни одного мужа какой-то у меня жену или жену который поменял муж если те сами и дети сколько их не воспитывали они все равно расставят им это интересно и мы не рады все равно какими они выросли и нет ну конечно если нас спрашивают всем остальным мы расскажем что мы рады так поэтому я скажу что это живая вода вода которая дает энергия можно дальше разворачивать сколько угодно я его думаю демона это то что будет всегда в цене это то что будет только со временем только усиливаться это нужно сколько есть людей и и молодым и старым понятная мысль понятно дальше если вы дальше будете набирать рассказывать об ате только или о коралловом клубе или о возможностях только рассказывать не сильно доправляем то у вас будет появляться дисплейтер и потребитель партнеров появляются потому что вам нужна доправляющая вас цель которую вы можете просто если говорить о коралловом клубе то вы можете человеку сказать есть возможность быть потребителем есть возможность иметь дополнительный заработок есть возможность заниматься этим серьезным делом быть партнером это по принципу то что вы сэкономили будет заработать когда вы получаете результаты вы рассказываете об этом знакомым и незнакомым будет и соответственно быстро приобретаете максимальную скидку которая у вас 10% 20% месячная скидка и 20% из личного объекта понятно сейчас еще? то есть так видим дополнительные заработки до тысячи условных 20% с 800 баллов это 160 е так? хотя почему 20% почему? ну пока у тебя появляются ингредиенты с невыстречным объемом и ситуацией а 160 вот да ну да скорее если вы поставите пламку хотя бы одного паркура у вас будет перекос партнерных очень сильно возможен потому что люди не равны другу или неодинаковые реальная ситуация начинается с его партнера поэтому что надо делать можно просеивать людей просеивать людей одним нужна продукция, одним нужна общение кому-то нужен дополнительный заработок кому-то будет нужна эта возможность в виде серьезного больше тысяч тонн больше десяти тысяч тонн чтобы я вам порекомендовал в виде цели расходить и доступность я бы вам порекомендовал взять полторы тысячи это по минимуму может быть двести будет тысяча будет две тысячи долларов две тысячи долларов если вас это не тихо не трогает и не волнует ничего страшного весь вопрос в другом чтобы у вас видеть будут Мерседесами, которые вы терпеть не можете ну в Мерседесе если вам мало две тысячи долларов вопрос когда у вас будет, например, пять человек с Мерседесами вы поможете им хотя бы раз у вас пять вы хотя бы каждому можете помочь найти обратить внимание дифференцировать да? хотя бы партнер учебных Мерседесов передажникам десять человек помочь этим Мерседесов денег Мерседесов это за две тысячи долларов в вашей организации понятно, что сейчас будет мало этого если есть десять таких людей в своей организации которые будут зарабатывать три тысячи долларов здесь вопрос в том, что не все люди амбициозны в данной теме амбициозны и пока вы это ищите вы строите групповую себе и разбираете с этой историей по поводу того, что такое групповую и что такое с этой идеей групповой если вы не вдохновлены то есть это вопрос то, как говорите да? Вы сами себя можете проверить если вы утром просыпаетесь с этой идеей не живете большую часть дня с этой идеей и не засыпаете с этой идеей радостно, что сам пробFX может с полной идеей проработать это не приведет в вас через два года вести тысячу долларов вы не горите значит пока не надо поэтому идете нормально на славу не говорите что я ленивый вы не ленивые все трудяшки вы делать только то что вы хотите я хочу больше вот и все вот признать себя ленивых людей не бывают люди которые недостаточно амбициозной цели если эти люди делают так же по 800 баллов очень важно чтобы компания была с продуктом с которым можно создавать это у нас есть у нас добавилось элементы мотивации элементы простого показа возможность если вы этим не воспользуетесь приняйте сами на себя смысле не я не угрожаю что не хотелось вы головой понимаете понимали что на ленинг зарабатывал соответственно сколько это будет 800 умножить на 3 2 400 вот из этого 5 пациентов это получается сколько 120 грамм в киеве правильно плюс 150 и плюс тренинг 300 да 580 в киеве теперь смотрите почему еще раз почему еще важно 3 из этих трех найдется хотя бы один человек который захочет получить 580 у них еще раз это не зарплаты это товар народ который заключили то есть это возможность на развиваться и расти дальше если это правильно просто там будут исключены люди которые здесь желают чем вы можете им помешать родиться этого люди если вы будете недовольны своим детям вряд ли у вас появятся люди которые хотят люди подсознательно понимая головой не возникает желание двигаться в сторону но если человек сам не рад а сам говорит что это хорошо здорово но ведь по нему видишь они радуются люди подсознательно даже не помещено понимая этого не у них не возникает тяги и мотивации туда попасть понятно сейчас еще то же самое и золотую и когда я вижу некоторых сдерживающих свою радость людей скажем так мягко скромные как они говорят любимое выражение и религии почему она стала тем тем она стала скромность путь забвение я скромная спящая царевна пока не никто волнух не поцеловал я буду оставаться скромным так а представляете как вы какой пример даете своим детям своим внукам когда вы возьмете и через погоду заработаете лист и будете рассказывать что ваши люди едет то есть то что вы будете на отдельности у людей благодаря мне твоей сумасшедшей бабушки или поймите себе заказывать вместо там памятники надо поставить не видать на кладбище памятник неизвестному папе неизвестному маме неизвестной бабушке неизвестной дедушке которые не остались никак в истории своего рода понятно вот ну кого что удивили итак хотя бы один найдется кто это сделал что произойдет в этом случае добавится к вам еще сколько денег еще еще и еще 100 в виде времени правильно соответственно 220 добавится получится восемьсот 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 условных единиц вы не в состоянии будете радостно объяснить своим людям что в принципе это не сумасшедшая работа и найти еще одного человека если вы посмотрите если вы посмотрите что если у этих людей то есть какие то что у них было о здесь хотя бы один вот если вы посчитаете но пока мы считаете будет вот то соответственно вы получите сколько даже больше раз два три четыре пять шесть семь восемь девять десять плюс десять восемь девять десять одиннадцать двенадцать 11 15 умножить на восемьсот dent это 10 сколько 10 двух 5 5 процентов 5 процентов и вы получаете пятьсот двадцать двадцать да груз пятьсот предель шестьсот восемьдесят сто шестьдесят еще сто шестьдесят да тысячу сто восемьдесят тысячу сто восемьдесят смотрите интересно в этом же заключены люди которые готовы развиваться правильно в этом разговоре три шага первый шаг три партнера второй шаг один из них хотя бы делать третий шаг вы продемонстрировали с одним человеком, что это возможно и с другими делаете то же самое это понятно, что граждане сделают он с тем, где своих тоже сделает то же самое вы видите их на заработок пятьсот восемьдесят столб в день то есть помогая людям получать то, что вы получаете что очень благородно вы растете сами три шага три шага мастера начинается в партнерстве если серьезно заходить на отдел на партнерство это нужно в голове ставить мастер начинать выслить этот рейт если вас две тысячи долларов не трогает две тысячи будет, если вы через тысячу посчитаете я не люблю минимальные вещи поэтому будет по тысячам две тысячи и мастерски если мы не готовы этим загореться ну не знаю это достижимое полное лучше тогда расслабляйтесь получайте удовольствие от той жизни, которой вы желаете что-то, что вы сможете потому что все равно жаба будет вас мучить когда вы будете видеть, все будет происходить одного, второго, третьего, четвертого каждую новую мерседесу будет не мерседесом, а жабой на вашем дуле взяли учились лапками к вашему сердцу сжимать ваше сердце, мозг там говорит, что ж ты а чем же ты хуже ну конечно вы найдете, чем вы лучше а чем эти люди с мисседесами нехорошие но это уже, собственно говоря совсем другая история мы не дают вот а о чем ну о том что да я давно я вам сказал в любой сфере возьмите географию великих людей там всегда будет одно и то же человек одержим один его это занимает больше всего времени там сконцентрировано здесь заметьте второе если не брать искусство это всегда команда это всегда единомышленники которые точно так же которые на степени обержимы это же идея они говорят только об одном занимать только один все времена да вот и как они поддерживают свою надежду они у них обычно есть какой-то партнер по тренировкам то что называется спорт есть ученые которые работают и знают кто в этой сфере работает политики тем более это знают обязанностные деньги тем более это знают кто как обязанство управляет военные тоже знают истории великих полководцев то есть людям доказываются на легендах в этой сфере и они их знают то есть у них действующие или уже не действующие но огромный набор партнер удивительная вещь выдающимся ученого он очень хорошо это знает выдающегося руководителя это все знает выдающегося там скажем полководца он всегда об этом знает то есть у кого кого он в качестве тренера с кем он мысленно там тренируется общается понятно кого он хочет поприв зайти и так далее то есть дух соревнований поэтому важна очень дифференциация а 95 процентникам это очень не нравится они за уровнем лодку им очень важно чтобы это было манистер говорят кто они говорят все кто мы ну вот они никогда не любят высовываться они любят быть в массе и так далее и тем не менее если дефференциацию правильно составить даже если будут одни результаты легенд они будут продаваться то в принципе для большинства это выходит ну кто-то ждет каких-то других вещей еще раз туда не входит параметр знания тем более знания продукции по продукту важны результаты а не то что вы об этом знали куда не ходит знание или не знание или понимание маркетинга или или понимание или знание маркетинга плана я вам не рассказываю об этом плане можете его не знать можете что-то там не понимать и так далее это просто в состоянии ли вы возбудиться возможности в ближайшее время ответят на этот вопрос за вас поэтому я в любом случае успокоен уверен мне хорошо мне все равно какие события вы делаете какие встречи вы проводите все равно как только вещь включает продукт был все пойдет развиваться поэтому я уже абсолютно по поводу всего что происходит не переживая нет никакого желания делать вам какой-то за что-то а вы во-первых не делись мне производительность неизвестно тем не менее мы не делись поэтому училась ваша собственная личная жизнь как хотите но в любом случае как это развитие поскольку я сеть забросил уже вот у иры побольше у меня поменьше соответственно там будут люди которые с каждым форумом с каждым мастерским событием с каждым мастерским механизмом будет все больше и больше двигаться понятно сейчас партнерство начинается если у вас будет три человека которые вы поможете стать как и у вас еще будет пару 1 директор пускай даже потребительство вы попадаете в принципе занимается этим уже как бизнес могу вам сказать что в принципе вы зацепитесь уже не разговаривайте квалификации выкиньки из головы квалификации в терминологии почему люди не понимают для вас это обычная речь а все начинается с его партнера это это все которые вам все покажут и объясняют вот и чтоб вы не забывали как это называется кто у вас живет вольф такой замечательный человек и вы же хотели про 300 тысяч про 300 тысяч только ее знают вот для меня это было тыс вот можно так а а а а а поэтому все что лёша рассказал да нет ни в коем случае просто наша с лёшей задача цель была сделать так чтобы вы очень быстро могли рассказать чем вы занимаетесь буквально взяв есть четвертого формата с одной стороны написать человек понял что за продукт и почему вы этим занимаетесь со второй что по шагам делать а я и сделаю начну с этого то есть все что лёша сейчас так много рассказывает изображается очень просто почему Алексей всегда почему лёша вдруг стал дружить с девочкой лидеров компании много потому что ему сказали что это самая стабильно развивающаяся структура и это действительно было так и он меня все время пытал что я делала такого чтобы не делали все остальные делая очень простые вещи я просто знала что никого не надо учить надо возбудить но научить простых вещам чтобы человек мог проводить рандыру презентацию но все по одной и той же схеме кстати когда я пришла в компанию Гораловый клуб все работали одной презентацией какого лидера вы не спросили все рассказывали о том же и бизнес рисовали точно так же все одинаково поэтому быстро развивались потом пошли системы на меня ассистемы на тебя моя структура дольше всех не занималась системой поэтому она дольше всех стабильно развивалась поэтому шаг пошли туда и так все для чего мы это даем для того чтобы это как скелет научиться это можно за 2 дня понять можно за 3 дня и начать действовать ваша задача найти партнера главная задача нам передать быстро знание притом вот как я уже сказал чтобы он с вдохновением рассказывал он должен понимать что он говорит вдохновение от того что я тут понимаю что итак начинаем с того что я действительно задумался о том каким бы заняться видом деятельности чтобы у меня было здоровье чтобы я мог не просто зарабатывать деньги а создать какой-то поток который мне позволит через какое-то время активно заниматься и иметь мое свободное высокооплачиваемое время для этого мне нужен был инструмент и я выбрал компанию Corel Club почему мы так специально выбрали такую аббревиатуру если написать как если английская аббревиатура C Club все равно слово Club это новый человек я с ним разговариваю поверьте я учила рисовать эти листочки мне рисовали все и у меня не было визиток вкарали почему потому что после разговора человек говорил можно ли это забрать я говорила да писала там свой телефон и оставляла имя очень часто ветви вот Саша подсказал ему подсказали тоже возьмите не белую бумагу а цветную сейчас цветной бумаги пищей добегает больше потому что взяв этот листочек сложив сумку человек в руки нет или в портфеле но рано или поздно он будет играть и яркий листочек вызовет любопустую обыкновенная белая бумага но развернул он быстро восстановит с кем он разговаривает кто такая лиса и о чем мы не говорим поэтому у нас очень быстро все росло и так этому нам научиться писать красиво я буду представлять потому что пишу еще это сам это вы просто совсем ну почему нам необходимо с Алексеем сейчас я буду с Мариной директор называется Александром чем больше лидеров компании начнут работать по одному шарбону тем больше это межсередей начнет определенные шарбоны и остальные потом подтянут это законы про шарбоны когда мне рассказывают что год надо учиться а потом я пришла тут никогда ну время есть это растение для консервации используется и так коралловый клуб как инструмент что же такое коралловый клуб он работает с продукцией которая не просто энергичит или еще что-то а концептуально может изменить ваше здоровье в сторону лучшего и у него есть финансовые возможности которые есть схема через которую я могу создать этот поток и именно в результате этого у меня появится свободное время зависимость этого вот сразу представьте о чем мы будем разваливать человека мы еще никуда не пошли мы уже спросим что будем разваливать потому что свободное время мы не будем разваливать но его надо создать что у нас создать чтобы у вас появилось высокоуплаченное время есть ли отдел из здоровья просто лучше у меня не есть здоровье Здоровье состоит из трех составляющих. Физическое, психическое и социальное. Вы согласны со мной? И самое интересное, ничего не работает без меня физического здоровья. Если человек болит, психоэмоциональная составляющая очень плохая и значит в социуме он не адекватен. Кто будет разваливаться с другим своим человеком? Кто будет разваливаться с другим человеком? Итак, что караундный глюк может дать для здоровья? Поскольку человек застоит в среднем на 70% из воды, воск на 90% из воды, почему так влияет на психоэмоциональное состояние, что компания, единственная компания, которая вышла и работает уже 16 лет на рынке с водой, правильный живот, который меняет внутренние среды человека. Почему он трудно ведь не в воде? У меня хорошая вода, а у нас тоже чистая вода, у меня хороший фильтр, у меня шунгита, у меня... Мы говорим о том, что у нас всё есть для того, чтобы поменять внутреннюю воду вашу, потому что именно этого. А правильная вода? Правильная. То есть рисуйте так, чтобы у вас помещалась свинья ещё. Ничего, зачёркивайте, нам же надо научиться красивыми. Магнитная штучка нападала свинья. Магнитная штучка нападала свинья. Магнитная штучка нападала свинья. Итак, человек состоит на 70% из воды, мост на 90%. И у нас есть всё, что поменяет эти внутренние среды. Это продукт Coral Mane. Это антиоксиданты. Это ферменты. Притом только в такой комбинации это меняется. Можно есть ферменты. Самое интересное, другая вода человек пьёт, есть антиоксиданты ферменты. Через 20-30 минут, по-моему, они меняются. Именно вот в такой композиции. 16 лет. Поли тёмного. На термопольном микроскопе, ну я не знаю, сколько людей посмотрят. И самое интересное. Больше 18 лет назад для Энии Дамусовича именно это впечатлило. То, что употребляя продукт, ему показали. Помните старый у нас есть фильм чёрно-белый? Там американский. Именно это впечатлило. Именно поэтому я не приехал. И это упаковка жизни остается. Если человек начинает меняться вода, что он приобретает с этого? Биологический возраст у него уменьшается. Это правильно? Да. Энергия увеличивается. И психоэмоциональное состояние гармонизируется. Самое интересное. То есть, если вы хотите действительно получить результат, вложить в деньги и получить правильный результат, то первое, что вы заметите, вы начнёте высыпаться и у вас добавится энергия. Правильно? И для этого у нас есть три группы продуктов. Минимальная — это упаковка жизни. То есть, три комплекта, три комплекта, три комплекта, три комплекта. Упаковка жизни. Стоит она минимально и очень дёшево. Всего лишь три восемьсот, извините. У нас есть комплекс, называется ДЕТОКС. Я думаю, вы слышали о том, что ядритоксина надо. Стоит это пять-шестьсот. И, конечно, если вы хотите серьёзно подойти, серьёзно поменять внутренние средства в минимально короткий срок, я говорю о месячных результатах — это очищение. Это для умных людей, оно стоит десять тысяч. Ребята, это розничная цель. Наташа, наша задача на листочке оставить. Дальше вы можете рассказывать. Скажите, что входит в упаковку жизни? Вода, ассимилятор, активизм. Что входит в ДЕТОКС программу? Вода, аж пятьсот, ассимилятор и лицепизм. Что входит в очищение? Вода, аж пятьсот, калавада и фан-детокс. Решите. Притом, это цены. Здесь аж пятьсот девяносто, калавада, а не шестьдесят. И фан-детокс — тридцать, а калавада. Мы с Лёшей вот спотимся, вспоминая, как вы работали. Всё зависит от того, как вы называете цены. Я вам это рассказывала. Все дыры, это дорого. Я говорю, представьте, у меня никакой суммы. Я навела девочку, которую хочу, чтобы она продрала мои шубы. У девочек денег носить эти шубы нет. Вот представьте ситуацию. Я её поставила в зал. Вы забудете, сколько стоит эта шуба? Она стоит, обливается полем. Ей взкладывает стульной. Дрожжи, говорит, очень много. Почему? Потому что она не может эту шубу. Вы себе представляете, какую шубу? Нет. Девочка стоит и чётко произносит, сколько стоит эта шуба. При этом розничную цену. Правильно? И если хозяйке ей понравится, она им обзорит и скажет, «Ты знаешь, если вы приятно заинтересовались, скажи, что именно на эту позицию через два-три дня будет скидка в 10%. Если они будут брать». Так же делают? Да. Я вам ещё раз говорю. Не ваше дело считать денег кошек и людей. Ваше дело давать правдивую информацию. А правдивая информация, человек заплатив, должен получить результат. Самое интересное, после этого вы становитесь очень значимым человеком. Я говорю, вы знаете обеспродаж на пользу в нашем городе. Если мы с вами пойдём, тоже обязательно встретимся. По моей рекомендации, вы сможете пользоваться 20% скидкой на всю данную цену. Но, хоть ваша какая-то ценность пройдёт. Почему надо это написать? Потому что по вашей рекомендации, человек в области продаж может это купить. Все 20% считают в мозге, в мозгах очень хорошо. Наташа специально учитывая цены. Потому что 20% от 10 тысяч. Это 8 тысяч рублей. Человек приходит с вами в офис продаж, а ему выпивают. 7 831 рублей. Вау! Ещё лучше! Нет продукта, он выпил за это. А дисконт, это чтобы у него осталось. Ассортимент продукции. Чтобы он знал дальше цены. Он же имеет право теперь всем ассортиментом пользоваться. Правильно? Ребята, ассортимент любви без вас. Вот это на одной странице. Научитесь распределять так, чтобы было красиво, вам непонятно и чётко написано. Если человек спрашивает о возможности. Мы перевалорачиваем лист. Это я. Притом пишите. У нас есть возможность быть клиентом. партнёром. Клиентом. Партнёром. Дополнительный заработок. Не мугайте любыми словами. Можно стать партнёром компании. Приваз являлась. Надься... Если потребитель, то это... Я попробовал. Много понравилось. Рассказал своим знакомым. Очень быстро стал bick client-a. То есть, имея 20% скидки, заработал плюс еще 10. Если человек говорит, что только это мы расписываем пошагово, 1, 2, 3. Если человек говорит, я хочу быть по 30 тысяч, можете зарабатывать, если возьмете. Деньги есть, или не дают, возьмете или нет ваши записаны. Вот это самая важная работа. И потом надо научиться рисовать на этой сайте. Говорите, три шага. Для того, чтобы ваш дополнительный заработок превзошел ваш основной доход, и вы смогли спокойно заняться партнерством с компанией. Это правильно? Шаг первый. Если вы обратили внимание, то Леша стал рисовать очень интересно. Кстати, вае внимание тоже обратили. Я так стала рисовать, независимый вопрос, я объяснял почему. Вы создаете, отремительскую группу. 800 баллов. И находите трех человек, которые тоже интересуют заработок. Вы занимали рису, 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 потому что у вас Леша, я тоже занимаюсь за часть. Правильно? Чтобы было сопоставлено. При построении структуры, а собственно продвигать воду то, что нужна, то, что единственное ведет к здоровью, то, что действительно у вас начнет наводить порядок во ваших утренних средах, это, кстати, к вопросу, и сколько ее пить. Ну, дерьмо ты каждый день складываешь. И пишите. С 800 баллов вы получите 20%. Это 160 условных единиц. 800 умножить на 3. Это 2400. С этого вы получите 5%. Это 120 условных единиц. 3 плюс 300. 300 пишите большие. То есть 580 условных единиц. Это шаг номер 1. Я вытру, а вы продолжаете. На этом же листочке. Не поленитесь опять нарисовать эту картинку. Не как Алексей начерпил. Шаг номер 2. Вы опять рисуете. Я говорю, скажите, у вас хотя бы один человек найдется, которому дополнительный заработок 500-600 долларов нужен. Кстати, я говорите, это самое, не в долларах, а в условных единицах. Слово долларов не надо. В условных единицах. И кроме всего сказать, ну, в принципе, сколько долларов стоит на этот человек, кто знает, 50 тысяч. А в компании 41. Вот условно единицы. Воспринимается действительно, что компания доступна. И точно так же пишите. С 800 вы получите 20%. Не поленитесь написать одной бумажей. Здесь у вас 6 человек. Это 4,800. 5% с этого это 140. И плюс 400. Вместе это будет 800. Условные единицы. Условные единицы. 200. Здесь 240, извините, Саша. Здесь 240. Молодцы. Деньги все считают? Да. А сейчас еще не доплатят. Срочно. 800. И третий шаг. Тут же вы рисуете. Не надо сказать, что это золотой, что это золотой, что там еще что-то. Ребята, все это не воспринимают. И третий шаг. То есть, если вы. У этого вы. Найдете того, кто все-таки кончет, эти, может быть, не желают, раз ничего не сделали. Правильно? Сколько у вас рифров? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, один, двенадцать, тринадцать. То, что, чем у меня там все? И это уже будет 800. Умножить на 13. Это 10400. Ребята, это надо выучить, просто сумму можно поставить. Пять процентов с этого, это пятьсот двадцать. Сто шестьдесят и плюс пятьсот. Тысяча и сто восемьдесят. Самое интересное, после того, как вы сказали шаг из шага, шаг три, скажите, обратите внимание. Вам больше не надо выучить. Восемьсот золотой достаточно. Сделайте выше, двадцать процентов вы будете получать с большей суммы. Но! Восемьсот достаточно для того, чтобы вас было. Почему мы взяли восемьсот сет? Вы видите, что это все с пленей. Это то, что было с запасом, вы могли по три, по четыре месяца зарабатывать пленей. Спокойно двигаться в лидер, чтобы пока вы что-то сделали. Я с тобой говорю, вы знаете, самое интересное, что это можно сделать за пол, куда заселить, не знаю за сколько, но цель, цель – это идти в партнерство. Потому что только в нашей компании, на начальном лидерском статусе, вы будете иметь совершенно три недели. Партнерство. Шаг номер один. У меня три человека, которые зарабатывают в восемьсот тысячу условных единиц. Они зарабатывают, и я. И если хотя бы один зарабатывает триста, и здесь достаточно сто, и поняли, что это золотой заявление, директор Северный Гроссов знает. Вы начинаете получать, давайте посчитаем. С восемьсот по вопреждению, что вы зарабатываете заработку. Вы получите двадцать процентов, сто шестьдесят. И клиент, поверьте, без личной победы, он в этом месте пришел, а в следующем не пришел, а в среднем всего двадцать процентов. Здесь у вас будет минимум двадцать четыре человек. Это девятнадцать двести. Вы с них получите пять процентов. Это будет девятьсот шестьдесят условных единиц. Но поскольку вы уже перешли к партнерству, то с этих девятнадцать двести вы еще получите дополнительно два процента. Так легко рассказывать будет, без конечных статей? Это будет тридцсот восемьсот четыре условных единиц. Но ты не посчитала, по-моему, тридцсот и стос. Что? Ну, еще тридцсот и стос. Нет, это все есть. А, да. А, я же еще не посчитала. Вау! Это четыреста, это значит... Ну, ребята, посчитайте. Нет, ну ты двадцать четыре посчитала, у тебя же всего, ну, пять лет и двадцать пять директора. Да, я вот так вот посчитала. Потому что здесь, может быть, из Умрудия, здесь золиант, может быть, только с десяти. Я хорошо посчитала, все правильно посчитала. Да, то есть только здесь нам тогда не сто написать, а сто шестьдесят. А, сто шестьдесят, да, не сто. Сто шестьдесят, а здесь триста. То есть директора, серебряный директор. Это понятно? Вот. Это получается тысяча пятьсот четыре. Ну, подарок вы получаете. Мерседес. Класса А или Б по вашему выбору. Плюс путешествие за счет компании. Это абсолютно нормально у нас люди делают. Средняя скорость за год. Обязательно вопрос вам. Это интересно. Дальнейшее партнерство будет зависеть от того, сколько людей в вашей структуре будут ездить на Мерседесах получать деньги. По триста тысяч. Если у вас будет шесть лидерских лидерей, и трех поколений золотые мастера. То есть в первом шесть все золотые. У каждого золотой мастер или в третьем поколении золотые мастера вы будете получать триста тысяч. Мы показали с тремя Мерседесами. Шесть лидер. Это потом? Нет, это триста. Второй шаг в партнерстве? Нет, второй шаг в партнерстве. Мы показывали опять вот этих трех, которые ездят на Мерседесах. Только я рисую класса С, ММ. Какая нам разница? Что, вам шалко что-нибудь? Ну, же охраняйте что-нибудь. Ну, хорошо, я и еду. Это тоже С класса. Все равно все это давай. С класса. Вот у вас три партнера будут такие. Вы будете зарабатывать больше десяти тысяч долларов. Будет. Двадцатый бонус. И плюс уже партнерский процент. Но рассказать, что это я. Мне надо найти. Почему мне надо сражаться, искать минимум троих. Троих, которые будут делать. Которые ради себя. Некоторых учили. Скажите, вот так вот научить рисовать на листочках. Сколько времени надо? Ну, два дня. Вот чтобы уже научился красиво рисовать. Вы сами порисуете, как у вас это штука было. Вы будете за два дня, у вас будут это рисовать. И самое интересное, что такое, что-то рассказ. Самое интересное, эти листочки разойдутся по вашим городам. И может какая-то подруга возьмет. А что это у тебя за красный листочек? А что это за деньги? Там какая-то там была у меня Ира. Что-то рассказывала все. А там ваше имя и телефон. Но это происходило. Это абсолютно... Вы знаете, мне сейчас говорят интернет. и все остальное. Я знаю закон жизни. Интернет – это один из способов поиска партнеров. Как телемаркетинг, как объявления, как холодные контакты, как список знакомых. Притом, как бы я ни общался, самое важное, со всех способов надо научиться брать рекомендации. То, что Алексей говорит, вы добрый человек, добро возвращается, вам пока не интересно. Дайте мне рекомендации, может кому-то нужны, но он кинезарный. Или кто-то делает все, чтобы оставаться молодым и красивым. Ну, так вот упирается и делает все. Но биологический возраст объявляется только внутренней, правильной водой. Больше не чай. И у нас есть, что предложить этому человеку? Реально. То есть по тысячам, Руслан уже вообще завелся так хорошо, пока по взрослому. Шесть веков, у каждого, все шесть твоих лидеров, золотые мастера, и у них золотые мастера, и у их людей золотые мастера. Три поколения золотых мастеров в шести веках. Триста тысяч в год, ой, в месяц. Самое интересное, реально ли это сделать? Во временном факторе, да, забот нет. Но если человек не потеряет энтузиазм, будет активен, будет развивать новые страны, новые континенты, то это реально. Просто многие останавливаются из мирового сетевого опыта. Единицы людей начинают сражаться во 100%. Единицы. Очень большой процент людей, придя в сетевой маркетинг, начать зарабатывать 3-5 тысяч долларов, останавливаются. Процентов 90. Из тех, которые пошли, процентов 90 останавливаются на цифре 15-20. И вот из этих 10% начинают сражаться именно в 30, и в 100, и все остальное. Но это выбор человека. Никто не сказал, ты сможешь, ты не сможешь. Но это сумасшедший фокус, огромная работоспособность. Чтобы это сделать, я говорю, что Руслан, видимо, Роша знает прекрасно, она так может двигать, посмотреть в любой момент. У меня реально, я первый, подписалась 26 мая, за этот месяц, 700 баллов товарооборот с одним человеком. Мы в ТВМ сделали 700 баллов. Следующий месяц, я просто не знала, что полторы тысячи личного группового, но я была золотым директором, товарооборотом 4200. И мы работали всего лишь с одной системой очищения. Никто у нас вообще ничего больше не знал. Вода, микроядрин, голова. С тремя продуктами мы делали товарооборот и получали реальные деньги, когда был микроядрин, когда был ваш пациент. Потом мы узнали за гидросель, у меня уже появились люксовские программы, уже сама себе придумала, чтобы было выбирать. Почему я написала упаковка жизни, интоксикация, очищение? Человек сам решит, какой ваше денег? Ну вы говорите, что самое эффективное это то, что стоит 10 тысяч. И так все остальные работают. Третий месяц полной работы, я приехала с событий, знала, что премию платят 300 долларов, но надо было лично групповой объем делать полторы тысячи. Я получила 739 долларов. Единственное, тема встречи. Не было у них никаких умных школ. Презентации проводились, я снимала за свои деньги аудиторию в институте на 2 часа 2 раза в неделю. Там было, ну, не больше 24 студентов. И вот я все дни, встречаясь с людьми, делала так, что 24 человека у меня сидело. И я им проводила то же самое презентации. То, что я им рассказывала, то же самое презентация. Никуда мы не отступали в сторону. И знали мы, только вы не считаете сами. Мы не знали ни с того, ни с того, ни с того. Потому что, даже если ваша подруга очень хорошая, открывала, работает в магазине, или в салоне, или где угодно, она с вами разговаривает какими-то розничными. А потому что, вы ее друг, она может сказать, ну, ты же знаешь, у тебя максимальная скидка 7%. ничего в этом мире обучал менеджера правового зала. Все, я все рассказала. Рушек, все ясно. на самом деле, на самом деле, на самом деле, самое интересное, что мы оставили, конечно, как тайну. И есть техника прямых продаж, соответственно, я в свое время как бы имел счастье даже с некоторыми своих ребят научить. Я стала, но я не думал об этом, потому что 96-97 год, 8 год, я не думал, что это пригодится. Я стала, ребята, на черный день, пока там нет денег, или там, ребятам, вы можете показать, если вдруг чего-то случится, просто бизнес уникальный, имея продукт, можно всегда учить деньги. То есть, были ситуации, когда украли деньги, он нашел, ребят, говорят, дайте продукт, я вам верну. Можете со мной, если не верите, можете со мной. Приезжал, только нормальный сетевик, продал, вернул, я, ребята, научил так, что они выходили собачкой погулять, деньги кончились. Он для часа, Игорь, 4-х каратник, это, грубо говоря, по-нашему, практически золотой мастер. Но у него жена просто прикольно это все тратила. Он был уникальный человек, купица все золотой мастер, единственный во всей истории видео-маркетинга человек на таком уровне, который продолжал работать. Но он артист, в 5-й музыкальный комедий, и продолжал многостроли ездить, и так далее, и так далее. Я такой, говорю, как ты деньги? Ну, жена все забрала. Говорит, сейчас, меня собачка погуляет. Вышел, 2-й раз, вышел на улицу, приходит, и с удовольствием. Я не думал, что это так пригодится, но пригодилось очень сильно в 98-м году. Навык, на самом деле, потрясающий. Так вот, техника, очень простая, нужно начинать с максимальной, и уходить в меньшую сторону, собственно говоря, объясняя, что вы убираете. Понятно, сейчас еще нет, 3-й? Один в приемах. Я хотел бы сказать о том, что мы, после того, что Игорь рассказал, теперь вы понимаете, что любой человек, который будет рассказывать по-другому, воспринимается, как враг на воду, враг системы. Почему? Потому что все говорят правильно, но по-разному. В этом. То есть, дело не в том, что кто-то из вас делает неправильно. Мы все вместе делаем неправильно, просто все делаем по-разному. Понятная мысль? Да. Вот. Все, что вы знали, делали все правильно, замечательно, но это не работает с точки зрения с северным ответом. Чтобы это работало у нас действительно максимально эффективно, даже если вы с чем-то не согласны, лучше так делайте. Если что, не сразу бегло, ляжут. Вот. Потому что, если, еще раз говорю, проблема у человека не в том, что он чего-то не знает, он слишком много знает, слишком сильно работает мозг. Вместо того, чтобы он был заточен на что-то одно. Ясно? А вы знаете, что человек чем больше знает, тем больше он понимает, что он не знает. И начинает учиться дальше. Это уголовная трубка. Больше радиус известного, тем больше, тем больше, тем, 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 тем. Ну, и так далее, и так далее. Еще можете дальше всем этим вещами заниматься. То есть, вопрос не в размере знания, а в том, чем мы можем воспользоваться, чтобы могли что-то заработать, что-то принять. Поэтому это одна из интересных вещей, благодаря которой мы опять объединяемся, начинаем вместе работать. У нас еще много всяких интересных задумок для того, чтобы помочь вам. Но те, кто не хотят, ради бога, расстреливать никого не будет. Ну, просто это, если вы сами хотите, то новый человек, который к вам приходит, он должен слышать от разных лидеров одно и то же. Все миллиардные компании не меняли свои презентации. Как Herbalife работал с признаном же Марка Фьюзометра, они все с одной и той же презентацией. Как и работает с одной и той же презентацией, так и работает. Выигрывает не тот, кто много знает, но чаще повторяет. Ну и тоже. Я с начинкой речи. Это закон жизни. Закон чего хотите. Если это часто повторяет, закон телевидения, закон средств массовой информации, закон чего хотите. Поэтому, если вы хотите, при успевании хотите что-то создавать совместно, выручиваете схему листочек. Понятно, что некоторые там люфты заложены, но если люди будут слышать разные вещи, то есть схема очень простая. Чем занимается коралловый клуб? Он занимается живой водой. С помощью чего он это делает? С помощью продуктов, таких как упаковка в жизни, которая нормализует нашу внутреннюю водную среду. Что мы за это получаем? Зависит из того, чем мы занимаемся и какие у нас цели. Вы говорите, если цель амбициозной, то 10 тысячи более. Если простые цели, до 1000 долларов, посложнее, после 1000 долларов. я обычно так же, как и Ира спрашиваю, где вы себя видите? Кстати, вы должны знать по баллам. Упаковка жизни 52 балла, детокс, 73 балла и очистка 123 балла. Если вы считаете, что нужны другие продукты, то есть, допустим, очистка, почему я не включил очистку в свой разговор? Потому что люди чиститься начинают, а потом не знают, что делать. После чего. Поэтому я даже чеку не трогаю. Для меня, если человек пьет воду и ест, все нормально будет. Проблема в том, что они почистились и дальше выпадают после половины куда-то. Потому что они знают, что им брать. И многие из вас, соответственно, просто я уже рассказывал, сразу прокушевый продукт. Просмотрите себя сами. Используете ли вы нормализуете? Получают. Для вас, и все необходимое. Понятно? И что мы за это получаем? В принципе, еще раз говорю, если, как это называется, через пару лет у вас не будет мерседесов, можете себе написать на землю лоб. Ребят, нет другой компании, которые за такой объем дают машины, причем компания платит. Если вы сами не хотите, найдите, это надо очень постараться, чтобы не найти людей, которым нужно 2000 долларов. Это нужно так говорить, чтобы люди не верили в такое счастье. Вот. И так далее. Понятно, что это все? Так, какие у вас остались вопросы? Я чувствую, что все замочат. Сейчас я не знаю, все остальные его загрузят. Все повторно. у нас есть еще, как бы там, мы с Ирой еще встретились, мы опять начинаем работать вместе. Почему? Ну, во-первых, в компании все сложилось, я говорю, реально глупо, не воспользоваться этим. Когда так звезды складываются, еще раз говорю, то, что с караловым клубом произошло, да, то, что 16 лет он уже, то, что сейчас, вот с первого июня, этот день первый начинается, совершенно другая компания, со сложностью глобальной компании, должна быть глобальной идеей, иначе она не будет глобальной. Донести для людей важность воды, которая меняет энергетику человека, возраст человека, восприятие человека окружающего мира, это очень хорошая цель, это хорошая подборщина. Идем будут заниматься люди даже не за деньги. Да. А если у вас сейчас один основат, если у вас будет, то какие-то объятия заполняются? Они не нужны совершенно. События сейчас не нужны. Сейчас золотые волны соседи, вам не будут подозревать, скажут, не жанрую. Почему они могут быть? События, нет, нормально все. События сейчас, ребят, во-первых, событий, которые есть, достаточно. Вопрос в том, будет ли с новыми людьми то есть, я еще говорю, первый этап. Вот, есть понятие, да, ну, это такое же, из лидерских тренингов есть, многие, кто-то читал, кто-то был на этих тренингах, там есть всякие ситуации, например, там, возрождение всяких заснувших, упавших организаций. Как они возрождаются? Они возрождаются не событиями, не стопроцентными. Просто нам, если честно, вот мне индифферентно, что делает компания, с точки зрения замладателей завода. Мне индифферентно, какое событие вы будете делать, если вы будете участвовать, и так далее, и так далее, если честно вам сказать. то сейчас будет все происходить. Дело не в событиях. Когда, если у вас там, скажем, застой внутри, в душе, там, не знаю, организация какая-то падает, вы хотите ее поднять, я понимаю, что я залазу уже в лидерские тренинги. У многих из вас и нет организации, да, дистрибьюторских медицингов, да, предпринимательских, но на будущее можете знать. Есть инструменты, как их поднимать. Это сто процентов. Нельзя делать две вещи в этих организациях. Первое, нельзя заниматься планированным. То есть, перейти с ребятами, не спланируют. Потому что это превратится в планирование планирования. Второе, что нельзя делать, это организовывать обучение. Это будет лишняя трата времени и еще большая просадка. То есть, я буду события, насчет работать против вас. Что нужно делать? Придумывать любые вещи, там техники есть. как организовать, чтобы люди начали делать контакты, звонить. Как только они начнут звонить, начнут идти люди. То есть, у вас реальность может быть какая угодно в голове. Что все пропало, шеф, все пропало. Я поднимал организацию в 98-м году. Сразу после кризиса у меня была единственная в компании растущая организация. Я просто сумел в двух организациях, не во всей своей организации, но в двух организациях сумела изменить свою реальность. Ребят, ведь не страшно, если это так не произойдет, как я говорю. Но зато представьте, если так случится. Представляете? Вы же ничего не потеряете, если я вас сейчас обманываю или будет по-другому. Что вы потеряете? Я же не прошу вас больше вложить денег. Они говорят, Леша, ну как, ну все, ну пипец. Ну помните, 2008-й год, да? Это не 2008-й, не 2013-й, не 2014-й, это гораздо веселее было. Да. Вот. Я же ничего не теряю, я же не прошу больше вкладывать денег и все остальное прочее. Давайте сыграем. Как минимум, будет весело. Как только они пошли и антоктировать. Леша рассказала о продаже, где у нас большее сумма. Это продажа была дополнительно просто тех, кто не захотел это делать. Если взять сетевую работу, продажами они не воспользовались до моего приезда. И он хотел связать на Украину, западную, весь в Сибирь. Все, все будем. Вот. К организации, ну, грубо говоря, сейчас это Олег, приезжала Моисеевна. И начали звонить, начали встречаться, вот, включили все эти механизмы, только они начали общаться с людьми, нашлись те люди, которым это было надо. Вот. Пошел первый этап. То есть, первый этап создание, потом выбор метода, которым вы работаете. Ну, каким методом вы работаете? Смотрите, через интернет, хотите списком знакомых, хотите там контактами и так далее. Телемаркетинг и все прочее. То есть, навык, который у вас есть, хорошо получается, вы его оставляете, добавляете, что происходит на лизе к человеку? Он умеет работать разными методами работы. Есть его любимые, есть там дополнительные, которые он умеет делать. У вас, у некоторых, вы не расширяете навык, ну, система навыков. серьезные результаты, а не просто так как это, имеет занятость, чем заниматься. Сразу быть профессионалом. Это в любом деле очень важно. Ничего доброго я не сказал. Просто они изменили реально. Они стали, думали, что все, как бы никому не надо или нет денег, никто не купит. Вот. И так далее. Они начали делать контакты, начали играть в интересные игры, которые называются мясо и макароны, волшебные монетки, волшебную фасоль, разные там, есть приемы, волшебная лестница, там и так далее, ржать-ка полная. Во-первых, весело, а во-вторых, они начинают делать простые действия. невзирая на ту реальность, в которой у них была игроза, то чей-то дело вы видите. Вот. Можно рассказать пример свежей спензы. В июне месяце мне позвонили спензу, у меня там структура серебряных мастеров. Серебряные мастера, структура, офис продаж, естественно падение, естественно расстройство, и они то под системой, то еще почему-то. И тут приехали с Украины. Совсем другое мои ветки, трое ребят, в Пензу, и они не замедлили, если много людей, можешь приехать поддержать, потому что наши спонсоры, мы далеко, но в Украине мы не приедем. Я говорю, хорошо, и приезжаем. Это Сибирев Женков. Притом я поехала в Саратов, к своим золотым мастерам, серебряным мастерам, они, Леша, услышав, что я сказала, меня интересует только личная встреча, они организовали зал, выставили меня на сцену, мне все похлопали, потом они пошли со мной в ресторан покушать, работу сделали, слава Богу, Савил этот, Саша со мной был, из такой песни, я уже приехал ревизор, все сидели зайки такие, не сильно кушали, и приехали мы в Пензу, Пенза, потому что с вами на катер-сцене, собрала всех, мне на сцене похлопали, вот, радостные цветы подарили, мы выходим, Женя говорит, а у меня встреча есть. И вот приходим через друг утром в центр. И у него люди, 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 мы сидим в кафе, люди, люди встречи, встречи, встречи. А вечером, сын серийный мастерок повез нас в гостиницу, и мы заплатим, и ребятки покушают, и все остальное. И мы сидели, кушали, общались, и вдруг я этому Саше-казнову говорю, что у меня тут день завтра расписан на встрече, ребята занимают, но Саша мой свободен. Пригласи на него, он только вернулся к серийному, у него действительно там пошло нормально все. Саша пригласил, короче говоря, Женя Женя, через месяц опять приезжаешь, и люди будут приезжать. Мне в залы не надо собирать, выставлять, мне не надо хлопать. Вот. Уже на форуме подходят, ко мне вся читала, два злого, говорит Ира, мы слышали, что ты опять собираешься приезжать, но теперь время мы поделим по уровню. Если вы знаете, какой кафе я получила, было четыре дня в пять. с одиннадцати утра до восьми, до девяти вечера, они время поделили, час мой, час и дулю. Люди, 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 если бы вы знали, как пензов, которые мне только рассказывали, что никому ничего не надо, что все это самое тихое, огромное количество людей, то, что мы говорили во время кризиса, новые девственные очистки, интересуются возможностями заработать, дополнительные заработки. Вы знаете, сколько людей из сетевого, то есть у меня, то есть разно, вообще разнообразнейшая встреча, вот это единственное, что называется сетевая работа. Находится один сумасшедший, который не знает, что в пензе все плохо. Но Иру так хочется кушать, у него ни денег, нет ничего. И вот все начинает свершаться. Поэтому не вопрос ничего, простых элементарных вещей. И тем встреч больше не, чем и будет. Я бы более сказал, что чем хуже социально-экономические ситуации, тем лучше развивается бизнес, больше происходит партнерство. Людей, которые когда-то зарабатывали, теперь потеряли эту возможность. Чем лучше социально-экономические условия, тем хуже строится бизнес, но тем лучше он стабильнее, грубо говоря, больше потребителей. Понятно, что с чем? Это поэтому Юго-Восточная Азия, Южная Америка, это самые сетевые районы. Как бы говорят, там Африка, там просто сетевый маркетинг, как бы вам сказать, не стал популярным, кроме Иоак и некоторой Северной Африки. В Сентральной Африке, как-то вот они в сетевом маркетинге. Это уже держит наиболее. Видимо, их не могут ловить под зумбер, либо они не могут поменять пополамать их на автомат. Но в любом случае, чтобы вы реально это понимали, чем хуже социально-экономическая ситуация, она есть вообще убитая. То есть у нас вот это, мы богатеем все. И там сетевый маркетинг просто взрывается. Я когда слушаю истории, там вот в интернете находишь, просто плакать хочется. Вот как люди относятся к возможностям. То есть представьте себе на презентацию два дня гребли в лодке. Люди в лодке гребли. Два дня, меняясь по очереди. Три дня сидели под тропическим дождем на незакрытом стадионе. Три дня. То есть там дождь, чтобы был там, знаете, что такой сезон дождей, чтобы тропический дождь. Вот. То есть это через минуту вылет до тусов мокрый называется. И так же мы вам два дня гребли. Это рассказывал, как они начинали, рассказывал человек, который зарабатывает больше ста тысяч долларов сейчас. Когда такие вещи стоят, понимаешь, что это сам как это. Как говорят люди, знающие жизни. Найди кому еще кушать. Это тебе хреново, найди кому кушать. Вот. По этой причине самое замечательное время зарабатывать деньги сейчас. Просто не все это, опять же, некоторым нужно, чтобы поверить, чтобы внутри этого было. Надо будет руить. Поэтому ничего страшного. Значит, значит, долго организации, собственно говоря, можно восстанавливать, или 100% нельзя заниматься этим вещами. Целями можно заниматься индивидуально для тех людей, кто начал делать первый этап. Но с ними надо заниматься постановкой целей, на событиях как правная точка и так далее. Если первый этап не запущен, бесполезно заниматься целями. То есть, это даже с точки зрения здравого смысла. То есть, вы не знаете, с какой скоростью человек идет. Как вы можете планировать вред сумасшедшего? Вы можете просто ему фиксию сделать, ну, грубо говоря, мотивацию ему. Ты будешь через два года зарабатывать 10 тысяч. Будешь через два года можно купить потому, как он потом сэкоррил. Понятно, что с чем это это? Если есть первый этап, то второй этап это подключение событий и так далее. События несут две нагрузки в зависимости от того, чем их наполнять. Поэтому события существуют разного уровня. Есть события, сохраняющие людей. Для того, чтобы пользоваться развивающими, они будут совершенно другие, чтобы они развивали людей. но никак не то, что делается. Одно и то же событие можно использовать по-разному. То есть я все равно этих событиях буду. Но есть люди, которые туда просто приедут и даже скажут, у меня здесь есть люди, я пойму, что события, как я говорю, не в коньяков. Вот. Оно у них никак не сработает. И многие не понимают, говорят, я вожу, 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 оно не работает. Ну да, просто ты не слышишь, что что тебе говорят. Потому что, когда я спрашиваю твоих людей, что вам рассказали, что вы сюда приехали, я слышу определенные вещи, которые, ну, как это, неправильные, назовем это так. Вот. Но по насению вам не стоит поработать? Человек, который работает, еще раз говорю, который в потоке, проводит встречи, он 100% будет использовать события, потому что оно для него по большому счету будет как ускоритель его бизнеса. Если вы этого первой части не делаете, вы можете поехать, ну, не знаю, за вдохновением увидеть тех людей, кто получает премии, кто будет получать машины, там, живутые, это не я. На нас, как сюда, как у нас, проценты забрали, если вы заметили, раньше мы 7%, теперь оставили. 5%, причем мы забрали, на плате, наверное, я золотой, как бы у меня хоть есть, я их ничего не додали, и теперь мы с ней практически не одинаковые. нас разделили, да. Вот, но, в любом случае, ребят, для того, чтобы вот очень важный момент, который мы сыры определили, очень важно, я вам кусочек сказал, что нет ни одной компании, которые, условия, например, на машину, были вот такие, на такой уровень машин, как бы, если были бы с каким-то товарооборотом, еще компания платит, а не просто там, выгодили, подписывая свои вычеты. Вот, более того, премии, это не данная вещь, то есть, человек очень рано, при очень небольших, от товарооборотов, получает совершенно другие деньги. То есть, гораздо раньше выйдет учет свой день. Понятно, что, на чем это делать? То есть, этого тоже нет, на рынке. Вот, но, в любом случае, еще раз говорю, сработает два издушевления, вдохновения с тобой. Вот. И, поэтому, меня не сильно волнует, какое событие будет. Как только люди начнут, чем-то быть, для одновленных людей, на них будет работать, какое-то событие. Нам, организовывать событие, раньше мы организовали, почему компании, не было бизнес-инструментов, необходимых. Мы делали там признание, мы там делали дифференциацию, и так далее, и так далее. То есть, мы создавали то, искусственное, то, чего-нибудь. Сейчас, это не имеет смысла, нам создавать на событие, потому что, и так дофига инструментов... И достаточный инструмент. С точки зрения признания. Но, тем не менее, нам есть, что сделать вместе, вот, и где мы можем быть полезны друг другу, и что мы можем организовать. Вот. Но, еще раз говорю, дело не в том, что мы придем к какой-то событии, и мы там выступим. Вот. Потому что дело будет происходить только у тех людей, кто перейдет на систему проведения встреч. Темп, вы будете определять сами, если вы хотите на этом участвовать. Если этого делать не будете, все остальное, еще раз говорю, вдохновение, можете получить, самый простой способ получить вдохновение, это уехать в другой город и поставить себя утром в ситуации, когда вы просыпаетесь, и понимаете, что сегодня встреч нет. То есть, вы бездельны. Вам нечем отмазаться, семьи нет, быта нет, отмазок нет, и вы понимаете, что вы бездельны. И понимаете, почему у вас такие результаты. Самый лучший способ поставить себе в такую ситуацию. Плюс там обучение идет гораздо быстрее, потому что ты учишься конкретным вещам. Первый этап. Умение организовать, проводить встречи. И вы видите, у кого какой темп, каким ты туда там предупрежден. Потрясающая индустрия, еще раз говорю, очень удобная, очень прикольная с точки зрения свободы. Я не знаю, чем еще надо заниматься, чтобы иметь такой стиль жизни и пропустить его. Даже люди, которые ведут такой стиль жизни в стратегизационном бизнесе, зарабатывают, не знаю, на порядок больше, наверное, чем я. Вот. Чтобы вести такой образ жизни. А у меня очень скромные доходы, практически маленькие. Можно так сказать. Но. Потому что все познается в сравнении. Все познается в сравнении. Для меня, еще раз говорю, ребята, у меня вдохновение такое, почему? Я знаю историю миллиардных компаний. Я знаю, что должно быть в компании, чтобы она все хотят. Чтобы она претендовала, у нее были шансы это сделать. Нужно сечение очень большого количества вещей, собственно говоря. Каждый год рождается не одна тысяча компаний. А компании, которые миллиардные, в сетевом маркетинге их меньше десяток. И это несложно понять, что нужно компании, чтобы она стала миллиардной. Если честно, если посмотреть, что общего в этих миллиардных компаниях. У нас это есть. Даже если не будет этого миллиарда, или не будет через 10 лет, с тем, что уже сейчас есть, если мы войдем в один ряд компаний крупных, с полумиллиардом, и так далее, и так далее, это уже значит, что у нас будет достаточно приличное количество долларов и миллионеров. Представьте себе, человек, который зарабатывает больше 83 тысяч долларов в месяц, как жизнь его семьи, как жизнь его близких поменяется. И будут люди, которые этим, соответственно, воспользуются. То есть для меня даже это все, как бы я спокойно к этому от фашистов. Сколько это займет времени? Главное, что сложились инструменты. Значит, будут люди, которые этим воспользуются. Это можно... И я знаю, что это происходило по историям компании, даже не только миллиардных, хотя которые стабильны на рынке живут, развиваются и так далее. Мне все это интересно, я всегда это изучал, читал. Количество людей, которые благодаря поле иной компании, я их всех люблю и всем им благодарят. За что? Когда ты смотришь, какое количество дверь благодаря этой компании, то или иной миллиарды, то или иной миллиарды, то или иной больших компаний сменили свою жизнь. Мама моя, вот это надо, как это сказать, на коленях хочется встать, я не знаю, и низко им поклониться. А вот. Потому что для людей, ребят, вот эта открытая дверь это очень важная штука в Нажаргоне, то есть в бизнесе разговаривать. Многие чем-то занимаются, не сильно вообще, благодаря такой параметр, как открытая дверь. То есть куда можно войти? Понятно сейчас, почему это? Некоторые толпятся и долбятся, там столько народу в эту дверь пытается ломиться, да? Для других это слишком высоко дверь стоит, не заберешься, там слишком много надо вкладывать. Вот. И мало того, знаете, надо еще, чтобы тебя туда не выкинули, знаете? Вот. А в этом бизнесе, не знаю, я его за это и любил, собственно говоря. Здесь, вот, можно на одном рынке работать и не сильно париться, поэтому... Я даже буду рад Мерседесам в другой организации. По двум причинам. Первый, опять же, компания сделал партнерский бонус, я теперь всех люблю. Параллельные ветки, которые больше работают, чем мои, еще больше. Вот. А вторая причина, это... Потому что, ребят, мы только начинаем, у нас весь мир на ладони, весь мир впереди. И можно спокойно найти место, где еще нет Мерседес, вот, приехать и сделать. Мы сами, большей части, себе уменьшаем, если, говорю, мы уберем. Вы не поверите, такая вот, как бы, вам кажется, это небольшая, что-то, а только вы уберете обилие разговоров по продукции в особенности, количество всяких вещей, однообразную схему, не представляете, что произойдет в вашем бизнесе. Чтобы настолько уменьшить людям память, у них будет одна простая вещь и четкое понимание, что надо делать. Сложно рассказать? Нет, не сложно. Сколько людям тебе это можешь рассказать? Сколько тебе займет времени найти три человека, которые хотят две тысячи долларов? Это просто вопрос тебе. А некоторые займет несколько. лет. У кого-то это и займет один день, одна неделя. И я вам говорю, это очень интересная штука. Потому что, если взять допустимой опыт и по опыту не говорить моих ребят, через год тысяча своих долларов. Я говорю, вы вообще не у меня будет где-то, ну, то есть он думает, что все так же и будет развиваться. То есть, что его чек это заплата. Он не понимает, что у него уже в этом тысячу долларов в этом товаробороте есть люди, которые хотят эту тысячу долларов. То есть, он сам работает, если бы он сам опять же все делал, у него будет по деньг-трепить, тогда это бы заняло две тысячи долларов еще один год. Понятно? И так, кстати, очень многие люди недовольны с собой, недовольны своими результатами, и поэтому к ним не приходят те, которые хотят этих результатов. И они себе время классно растягивают. и они не приходят ни в другом системе ничего не делают. А когда счастливый даже с тысячи долларов, у него через год десять тысяч долларов. И потом он говорит, спасибо большое, ты не знаешь, я не говорю себе спасибо, скажи, я вам не знаю, что это такое. Ну вот, им еще рано расслабляться. Им теперь нужно десять тысяч. Вот, когда они как-то действительны. Дальше интересно. Вот, когда вы научитесь по сетевому мысли, сетевое мышление это мышление с людьми. Не вопрос смогу ли я построить премию, смогу ли я получить премию. Вопрос очень простой. Найти трех человек, которые хотят премию. Хотят, которые хотят премию. Как не стать золотыми с премией, как не стать зумружным? Хотят один человек, который хочет то же самое, что и у них. А какие компании которые дают Мерседесы? Чего знают? Тонки и Солска. Часатка. Монетная. Тиан. 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 Сибирская. Нет. Наши мясо нет? Ребята, Мерседесы не так много. Мы дают другие машины. Я вам хочу сказать, ЛР это кредитная машина. То есть за тебя платят только первый взрослый, а дальше ты оплачиваешь сам. Нет, человек платит. Свободен. В Сибирском здоровье выдают Мерседес со товарооборота сто тысяч. Окей. У нас здесь 15 баллов. Сто тысяч баллов, да? Сто тысяч баллов. Сто тысяч баллов. То есть ты выходишь на статус и делаешь товарообороты сто тысяч баллов. И тогда тоже через какое-то время ты заходишь безвыкнул. походишь на статус. Парфонены. Мерседесы. Парфонены. Запутываю. Не успею. Видите, на около 20, но есть нюансы. Не ничего делать товарообороты. Есть духи, ладьи, с петербург. Нет, это не Мерседес, это пола выдают. Польсфайден пола с этого товара. А в НЛ-е 100 тысяч. Там пола выдают первую машину. А? Да, да. Да, Мерседеса там там. Сколько там надо? 100 тысяч. Вот. Как очень право скажу. Нам ждут, у меня это самое интересное. С дочкой надо, это самое главное. Создать хорошее настроение. Я говорю, Малька, приключения. Вот. И это самое. Да вот. Вот нас ждут большие приключения. Насколько в ближайшее время интересно вы увидите, то через два года на караунху не узнать. На осенней волне начнется уже вручение машин. В феврале месяце будет мастерские каникулы, на которые нельзя будет ни купить, ни поехать людям, которые не сделали двадцать тысяч баллов. Да, ни родственникам. И там будет вручение партнёрских студентов. Это будет... Вы увидите вернувшись от других мастеров, это психологически. Вот. А когда будут люди, которые два раза будут это видеть, и ещё в этом участвовать, там даже дело не в сумме. Вот. Потому что я просто знаю, что с людьми происходит. Когда... Понимаете в чём дело? Есть вещи, которые мы, может быть, головой не осознаём. Но когда мы в это попадаем, то есть мы это переживаем, с нами происходит трансформация. Понимаете? Попасть в нищету, и попасть в войну. Мы с негативом очень хорошо понимаем. Но точно так же влияют и хорошие вещи на человека. Точно так же. Когда вы попадаете в такой вот праздник, как бы вы не умели радоваться чужим успехом, как бы вас жаба задависть не душила, вас начнут просыпаться очень хорошие качества. Вот. И вы начнёте эти очень нехорошие качества типа жадности, алчности. Вот. Когда мне говорят, Алексей, что тебе помогало? Я говорю, алчность. Мы с Лёшей, вы знаете, действительно, мы настолько горим, мы настолько возбуждены, потому что мы участвовали в этом маркетинге, обсуждали, спорили, рубили за эти цифры, за всё абсолютно. Мы понимаем, чем это всё дело, когда нам закончится алчность. И мы на самом деле ждали до 1 июля, как никто другой. Вот. Поэтому мы вместе, если вы вместе с нами, то у нас всё получится. Так что, если хотите, принимайте участие в нашей алчности. Большое спасибо своему лидеру золотого манкера компании Наталье Баздуриной, которая не будет. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ